Друзья, всем привет! Сегодня воскресенье, дождливое, пасмурное и мокрое воскресенье. Боюсь, что весь сегодняшний выпуск я буду как мокрая собака, надеюсь, не свалюсь в эту воду. Обсуждать будем, как обычно, пи***ц, но этот пи***ц сегодня я разбавил забавными новостями. Так что устраивайтесь поудобнее, ближайшие несколько часов пройдут, как всегда, роскошно. Ну а начать я хочу со стихотворения Анатолия Гречанникова, это замечательный белорусский поэт. Стихотворение про цветок папоротника. Я попытался его найти, у меня не получилось, поэтому вот вам пока стихи. Для тех, кто не в курсе, я учу белорусский язык, пока я знаю все плохо с произношением, мне сложно даются некоторые звуки. Но я очень хочу выучить белорусский язык, так что каждое воскресенье буду вас немножко мучить своими успехами. Итак, цветок папоротника. В обед созерное дали цихой вечерней порой, где мы одной чешукали папоротскветку с тобой. Зоры с тобой мы лечили, каля озерной воды, Кветкой чаровной девчина стала ты мне на заужды. Папоротскветка взаходец, папоротскветка цвеце, Папоротскветку знаходит той, кто с каханой идзе. Чистые воды купаля, лес приозерный луг, Нам подарили кахане, Счастье озаренный круг, Шепчут дремотные дали, Голосом птушки ночной, Папоротскветку шукали, Счастье знашли мы с тобой. Папоротскветка взаходец, Папоротскветка цвеце, Папоротскветку знаходит той, кто с каханой идзе. Ну что, друзья, пишите в комментариях, как вам мои успехи. Спасибо всем, кто поддерживает мой канал. Если хотите поддержать, очень ваша поддержка важна, Особенно сейчас, когда мало рекламы, когда замедляют YouTube, И вся моя команда финансируется в основном только за счет ваших подписок. Поэтому, если есть возможность, оформляйте подписочку на сервис Patreon, подписывайтесь на закрытый телеграм-канал Варламов+, там много эксклюзивов, становитесь спонсорами на YouTube, ну есть много разных способов, криптовалюты, PayPal и так далее. QR-код на экране, ссылочка в описании. Мы начинаем. Я провалился в какую-то жопу. Погода переменчивая. То солнце, то дождь, то ветер. Я не знаю, как я в таких условиях буду рассказывать вам о пи***е, но в руках у меня счастливая веточка с черникой. Главное не провалиться в эти камни. Кто бы мог подумать, что доберманы могут быть не только прекрасными стражевыми собаками, но и великолепными моделями. Этого пса из Китая, которого зовут Сяо Пай, давно заметили поклонники моды. Ну а теперь он стал настоящей интернет-звездой. Его можно увидеть в самых разнообразных нарядах, которые ему очень идут. От солнечных очков Ray-Ban до стильных пиджаков Александр Ванг. На него подписано около 160 тысяч человек, а его видео собрали 6,2 миллиона лайков. Все началось с видео на китайской версии TikTok, которая называется Duin. А в аккаунте стали появляться бэкстейджи со съемок, на которых Сяо Пай примирал различные модные образы. Этот доберман родом из Чунцина, одного из крупнейших городов Китая, про который, кстати, у меня недавно вышел ролик, посмотрите, если не видели. Собак в Китае становится все больше, и теперь многие заводят их не только для охраны, или в качестве еды, как это было раньше, а как во всем мире, в качестве друга и домашнего питомца. В 1923 году в городах Китая было зарегистрировано около 51 миллиона домашних собак. Это связано с ростом уровня жизни людей и изменением в отношении к животным. Сяо Пай – это яркий пример того, как питомцы становятся неотъемлемой частью общества, радуя своих хозяев и подписчиков в интернете. Ну и еще одна причина, которая в Азии часто встречается, когда люди заводят собак. Собак заводят вместо детей, потому что заводить детей – это дорого, хлопотно, нужны няни, сиделки, нужна какая-то дополнительная жилплощадь, а люди хотят, чтобы что-то было за кем-то ухаживать. А современная жизнь предполагает бесконечную работу, карьеру, людям хочется больше свободы, особенно молодым, поэтому они заводят собачек и зачастую ухаживают за ними, как за детьми, как за людьми. Наряжают их, возят в детских колясочках. Это довольно странно, я бы все-таки заводил детей, будь моя воля. Я за вот это вот традиционные ценности. Но если вы не хотите заводить детей, заводите собак. Я тоже не против. Главное – любите их. Любите детей, любите собак и будьте счастливы. И друг друга тоже обязательно любите. В конце прошлого года я объявил у себя на канале в соцсетях, что собираюсь подняться на гору и пригласил всех желающих присоединиться к нашей группе. А сам тур организовали ребята из Альп-3W. Такой формат совместного путешествия всем понравилось, поэтому мы решили организовать еще одну поездку, но в этот раз без экстрима. Итак, с 4 по 8 сентября мы поедем в Амстердам. И я приглашаю вас присоединиться к нам. Я очень хорошо знаю этот город, поэтому это точно будет не банальной туристической поездкой. Из столицы Нидерландов мы на ретро-автомобилях, отправимся в деревню со старейшими мельницами, а там нас будут ждать обед среди полей и вино. Кстати, о вине. Сам я в вине вроде неплохо разбираюсь, но мы позовем также профессионального сомелье. А еще в программе будет арт-лекция о фламандской культуре от искусствоведа, стендап-вечер от популярного комика и многое другое. Кроме того, во время путешествия к нам присоединятся два секретных гостя. В общем, программа будет эксклюзивная и очень интересная. Если хотите поехать с нами, переходите по ссылочке в описании к этому ролику. И напоминаю, что путешествие начнется 4 сентября. Времени на раздумья мало, да и группа совсем небольшая. Переходите по ссылочке. Ну и удивительные новости пришли к нам из Испании. Там орудует целая группа реставраторов-мошенников. Я бы даже сказал, гадкая банда. Мы все, конечно, привыкли, что в России часто уродуют памятники культуры. Ну, обычно случается из-за того, что нанимают, не знаю, за копейки мигрантов, и они реставрируют, ну, как умеют. Получается хреново, зато дешево. Но, как видно, Россия тут не уникальна, потому что в Испании та же проблема. Бригаде поручили реставрацию древней церкви в центре страны, в городе Сория. Это крупный памятник архитектуры, ее начали строить еще в 12 веке. А в 18-м перестроили. Ну и внутри такое традиционное, пышное испанское барокко. Казалось бы, нужно привлекать профессионалов, потому что кропотливая работа, изысканный декор. Но нет, потому что интерьеру больше всего и досталось. Горе-мастера особенно озаботились фигурками ангелочков. А их там дофига. Когда реставрация закончилась, леса убрали, прихожане немножечко при***ли. Ну еще бы, посмотрите, такие ангелочки могут испугать кого угодно. Глава ассоциации реставраторов Испании назвал это нападением на культуру страны. А полиция тем временем активно занялась проверкой этой веселой бригады. И неудивительно, ведь творение этих мастеров можно сравнить разве что с ожившими персонажами из карикатур. Местная епархия пытается успокоить народ, заявляя, что они работают над тем, чтобы все восстановить, как было. И что ангелочки вообще не являются каким-то культурным наследием. Подумаешь, пустяки. Дело-то житейское. Но, если честно, отмазка так себе. На самом деле, официальный статус в таких случаях совершенно не важен. Важно хранить культуру, а не уродовать ее. Испания, кстати, не в первый раз попадает в историю с ужасной реставрацией. Напомню, что несколько лет назад весь мир облетела история художницы-любительницы. Просто женщина по доброте душевной решила обновить осыпающуюся фреску с ликом Христа. Получилось, мягко говоря, своеобразно. Друзья, недавно у меня вышел ролик, в котором я рассказывал про самые странные необычные профессии в Японии. Обязательно его посмотрите. Там и профессиональные бомжи, и друзья на прокат, и люди, которые за вас сообщают плохую новость и провокаторы измен. Кстати, я так подумал, что если бы я жил в Японии, то мог бы нанять для того, чтобы сообщать плохие новости специального человека. И он бы 90% выпуска вел бы за меня. Ну да ладно, потому что у японцев не только профессии странноваты, но и развлечения. На этой неделе в Японии прошел целый турнир по поеданию арбузов среди копибар, копилимпиада. Так по аналогии с Олимпиадой назвали это шоу. Проходит в Японии каждое лето в день арбуза. На нее из разных зоопарков страны привозят самых бодрых копибар с хорошеньким аппетитом. Каждому зверьку выдают по полкило арбуза и засекают время, кто быстрее его съест. Так вот, в этом году чемпионкой стала копибара по кличке Хачима, которая слопала арбузик за 1 минуту 48 секунд. Кстати, в прошлом году победила она же. А коллеги от нее заметно отстали. Они ели свои арбузы дольше двух минут. Аутсайдер не смог уложиться даже в 4 минуты. Стыд и позор такой, копибаре. Ну, как говорится, главное не победа, а участие. А зрители и участники были довольны. В общем, японцы молодцы, изобретательные. И смотрите мои ролики про Японию. У меня там много всего интересного. Фу, друзья, забрался я повыше. На моем фоне роскошнейшая сосна, с которой я теперь буду конкурировать за пышность растительности. Все самое время поставить лайк, посмотрите, какие роскошные пейзажи я вам принес. Минуточка, минуточка для вашего лайка. Па-бам! Спасибо, мои любимые и хорошие. Мы продолжаем. Тем временем, в США развлекаются по-своему. В штате Техас набирают популярности гонки на шлифовальных машинках. Спортсмены на таких состязаниях садятся сверху на такую машинку и разгоняются по такой максимально гладкой трассе. Пишут, что одному из гонщиков удалось даже разогнаться до 97 километров в час. Выглядит полнейшим безумием. Вообще, ленточные шлифовальные машины были в числе первых электроинструментов, которые стали использовать в драгрейсинге. Он носит название Belt Thunder Races. Обычно их запускают по специальным трассам-каналам без участия пилота. Но теперь верхом на шлифовальных машинках катаются живые техаццы. В общем, чего только не придумают. Ждем, когда наши рабочие с наших строек покажут им, как надо кататься на перфораторах, болгарках, шлифовальных машинках и других инструментах. Уверен, в этом виде спорта нам не будет равным. Главное, не выслать всех наших спортсменов обратно к себе домой, а то некому будет участвовать. Но на этом, друзья, у меня не все новости спорта. Спорта будет сегодня много. Что там в футболе? Ультра-патриотическая футбольная команда под названием ЗОВ. Да, З-О-В, как вы понимаете, в общем, что может быть патриотичней. Все хорошо, только она вылетела из чемпионата России. В первом же матче она проиграла Владимирскому клубу Торпедо со счетом 3-2. Но забавно в этой истории даже не то, что патриоты оказались плохими игроками. Первый гол ворота Зова был забит на 15-й минуте игроком по фамилии Хохлов. Что, согласитесь, очень символично, нарочно, как говорится, такое не придумаешь. Футбольный клуб ЗОВ был создан в прошлом году с целью популяризации патриотического воспитания современной молодежи. Ну, во всяком случае, именно эта высокопарная чушь написана на их сайте. В том же 23-м году команде даже удалось взять первое место в Кубке Москвы среди любителей. Но в этом году что-то пошло не так. С патриотами иногда такое случается. И потрясающие новости из Петербурга. Там наконец-таки начали бороться с громкими машинами и мотоциклами. Вы знаете, как я их ненавижу. В общем, в Санкт-Петербурге решили навести порядок с ревущими вот этими мудаками. Уже много лет они доводят своим грохотом горожан просто до инфарктов днём и ночью. Особенно ночью. Ну, вы знаете, спишься спокойно и вдруг этот мудила едет на своём мотоцикле. Хочется взять ведро кипятка и вылить на этого чтобы больше он никуда не ездил. Местная полиция теперь закупила специальные приборы для замера уровня шума. И только за прошлые выходные было поймано 15 нарушителей. Для тех, кто любит прокачать мощность двигателя придумали две административные статьи. Первая за превышение уровня шума. Вторая за изменение в конструкции транспортного средства. Но это особенно относится к мотоциклам. После уплаты штрафа у нарушителя есть тоже два варианта. Либо за 10 дней убрать все свои крутые апгрейды и вернуть транспортное средство к заводским настройкам тихеньким и миролюбивым или же распрощаться с номерами ведь регистрация будет аннулирована. Единственное, что в этой истории омрачает это какие-то детские несерьезные штрафы. Штраф всего лишь 500 рублей. Согласитесь, вообще как-то маловато. И здесь надо брать пример с других стран. Например, если бы вы захотели звучно газануть на спорткаре посреди Дубая с вас содрали бы по меньшей мере 30 тысяч рублей, а то и все 60. И это учитывая, что спорткаров там более чем хватает. В России за превышение определенного уровня шума на дорогах пока что штрафуют только в Питере. Другие города еще до такого не додумались, а зря. И хотя я в принципе не сторонник запретов и репрессий, в этом случае я просто счастлив и очень хочется, чтобы для подобных мудаков штрафы были огромные, чтобы просто куда-нибудь на металлоломах этим мотоциклом отвозили. Блин, меня каждый раз бомбит. Вот, я себе просто представляю, даже не то, что там спишите, а разбудили, я представляю родителей, которые укладывают свое дитятко, укладывают, ну любой родитель знает, что если ты укладываешь ребенка, особенно там час, он не может заснуть, и только он заснул, только ты положил его в кроватку, и только ты хочешь выдохнуть, и тут какая-то сука по двору идёт, и ты, и тебе ребенок и ты думаешь, блядь, какой урод. Вот, в общем, да, в городах этого дерьма, конечно, быть не должно, и вообще у нас к автомобилистам слишком вольно относятся. Вот в Дубае мне нравится, нравятся вот эти жесткие штрафы, там, за превышение скорости, за красный свет, там такие штрафы, что пару раз получишь, сразу начинаешь себя хорошо вести. И все вот эти вот вебистые мажоры, которые в России позволяют себе делать все, что угодно, особенно если это какая-нибудь корочка, знакомые или бабки, в Дубае они быстро завязывают хоботки на узелки и ведут себя прилично. Новости космоса. НАСА решили снова отложить возвращение американских астронавтов с МКС. А все из-за того, что космический корабль Боинг Старлайнер снова подвел. Небольшую утечку гелия обнаружили еще на Земле, но инженеры решили, что это не страшно, и корабль готов отправиться к Международной космической станции. Ладно, и так сойдет. Испытателями аппарата стали американцы Буч Уилмор и Суни Уильямс. Но вот незадача. По пути к МКС у Старлайнера произошло еще несколько утечек топлива. А при подлете к пункту назначения вовсе отказали 5 из 28 маневровых двигателей. К счастью, 4 из них удалось запустить. И теперь астронавтам пришлось застрять на орбите. Вместо 8 дней они находятся там уже третий месяц. И пока что до конца непонятно, когда они смогут наконец спуститься на твердую Землю. На днях их возвращение снова перенесли с 18 августа на конец сентября. Это объясняет тем, что Старлайнер еще технически не готов к эксплуатации. Есть шанс, что к ним на помощь придет Илон Маск. Уилмар и Уильямс теоретически могут вернуться на Землю по отдельности. Но это если SpaceX возьмет дополнительных пассажиров. Но тогда кому-то из нынешнего экипажа МКС придется тусоваться в космосе еще полгода. С другой стороны у ракеты-носителя DragonX тоже все не идеально. Там появлялись какие-то технические проблемы. И этот запуск тоже пока находится под вопросом. В общем, опасная профессия у космонавтов. И про... все не только Роскосмос. Ну а тем временем в Британии творится лютый беспредел. Столкновения между протестующими эмигрантами и местными правами охватили города по всей стране. Во многих крупных и не очень населенных пунктах толпы крушат витрины магазинов. Жгут частную государственную собственность и устраивают бои стенка на стенку на улицах. Поводом к массовым беспорядкам послужило убийство детей в танцевальной школе на прошлой неделе. Как оказалось, несовершеннолетний сын выходцев из Руанды родился в Англии. Но тут, как говорится, не в паспорте дела. Это дикое преступление вскрыло давно назревший конфликт. Ну а подробнее о ситуации на Туманном Альбионе расскажет наш лондонский корреспондент Кость Пинаев. Илья, все-все-все-все-все. Бонжур. На этот раз с вами из Парижа самого центра Олимпийских игр Константин Пинаев с последними новостями нашего королевства все еще. Вторую неделю в Британии развивается история с беспорядками, которые крайне правые устраивают по всей стране. Поводом для них послужило убийство трех детей в городе Сауфпорт. Там на танцевальные курсы зашел 17-летний с ножом, убил трех детей, ранил еще больше. В интернете тут же разлетелась дезинформация, что убийцей был беженец-мусульманин. Что привело к серии беспорядков по всей Британии. Уже пару дней спустя выяснилось, что у убийцы совсем другое имя, что он родился и вырос в Британии, да еще и в христианской семье, но цепная реакция уже пошла. На всякий случай надо объяснить, есть протесты, а есть беспорядки. И то, что устраивали крайние правы всю неделю, это именно беспорядки. Они были стихийные, они ничего не имели общего с убийствами в Салфорте, были основаны на дезинформации в социальных сетях. В большинстве случаев целью этих беспорядков были мечети и беженцы. Больше всех пострадала полиция. Походу, жгли машины, много где грабили магазины, в одном случае даже подожгли библиотеку зачем-то. Самый адовый случай произошел в городе Родерэм, где крупа крайне правых попыталась сжечь гостиницу, внутри которой находились в том числе беженцы. Пожар смогли остановить, но страшно представить, что было бы, если бы гостиница сгорела. В ней находилось 240 человек, которые 100% не виноваты в убийствах, не говоря уже про персонал гостиницы. К среде, то есть неделю спустя, эти беспорядки сошли на нет. Три вещи, судя по всему, привели к тому, что крайне правые поутихли. Полиция начала проводить рейды и арестовывать участников, суды начали сажать участников беспорядков и обычные люди вышли на улицы, чтобы защитить свой город и сообщество от крайне правых. Давайте по порядку. Во-первых, у нас в интернете организовались местные сообщества и вышли на улицы свои собственные, чтобы защитить их от этих всех беспорядков. Тысячи и тысячи людей собрались по всей Британии с кричалками типа «Нацистские отбросы прочь с наших улиц». В новостях еще очень много освещалось дел из судов. На вечер пятницы 302 участника получили официальные обвинения в участии в беспорядках. Многие уже получили реальные сроки. Три года тюрьмы например получил Дерек Драманд за участие в самом первом стихийном беспорядке в Салфорд. Он напал на участника полиции, разбирал стену, кидал кирпичи в сотрудников, пытался прорвать полицейский кордон. Пару дней спустя сам явился в полицейский участок и, как потом выяснилось, ранее был осужден 14 раз, в том числе за насилие. В пятницу появились первые приговоры за посты в социальных сетях. 26-летний Талер Кей получил 36 месяцев за разжигание расовой ненависти в интернете. Талер призывал поджигать гостиницы с беженцами, требовал массовой депортации, советовал всем носить маски на протестах и писал, как на его деньги беженцы живут и насилуют детей. Видимо, чтобы было проще его вычислить, отец троих детей тегнул местную полицию, а также добавил хэштеги консервативной партии на делу фража и протесты Соединенного Королевства. В суде выяснилось, что Талер живет в социальном жилье, с 2022 года не работает после того, как его уволили за кражу у работодателя. В общей сложности пока арестована на вечер пятницы 741 человек, из них 32 человека за посты в интернете. Глава митропольта Борис Сармар Ровли принял участие в арестах на рассвете. Он заявил, цитирую, мне бы хотелось пояснить, что арестованные это не протестующие, не патриоты и неприличные граждане. Они бандиты и преступники. Примерно 70% из арестованных были ранее судимы за владение оружием, насилие, наркотики и другие серьезные преступления. Конец цитаты. Такие новости будем дальше следить за тем, как будут развиваться события. Пока-пока. Если сейчас был Костя Пинаев, то что будет? Будет реклама путеводителя по Лондону. Собираетесь в Лондон или живете там? Хотите кайфануть от города, узнать что-то новое? Мы подготовили вам путеводитель по Лондону. Там собраны отели, рестораны, кофейни, смотровые площадки, архитектура, общественные пространства, советы, как лучше добираться до города, как передвигаться по нему, куда сходить, что посмотреть. В общем, путеводитель, который я и Костя, мы писали его от чистого сердца. Написали все наши любимые и интересные места, так что покупайте и путешествуйте, получайте удовольствие. Уверен, вам понравится. Ну и помимо Лондона есть другие путеводители. Стамбул, Дубай, Нью-Йорк, Амстердам, Берлин, Тель-Авив. Что еще? Еще много всего есть. Венеция, я забыл, Япония. Япония, по Японии, в основном по Токио, но скоро будут и другие города. Есть Китай, и постоянно новые путеводители появляются, так что, чтобы не пропустить, добавляйте сайт travelwarlamov.ru себе в закладочки и собирайтесь путешествовать, не забывайте покупать мои путеводители. Я под сосной, друзья, словно новогодний подарок. Тут сижу, ветер не очень сильный, красиво, всякие тут травки, жучки, паучки, максимальная близость к природе. Ах, как же я всех люблю. Мы продолжаем. Новости наших депутатов. На бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева составили протокол об отсутствии маркировки инагентов, публикуемых им материалов. Ирония ситуации заключается в том, что именно эта скотина была одним из соавторов закона об инагентах. Перед нами просто классический, эталонный пример жаба Гадюкинга. Впрочем, ничего нового. Суд по делу Гаджиева перенесли, потому что чиновник уже давно уехал из России. В прошлом году Миньюз признал Гаджиева инагентом. И произошло это из-за того, что его заподозрили в желании сотрудничать с западными спецслужбами ради получения паспорта во вражеском Евросоюзе. Тем более, что он заявил о поддержке Украины. Хотя до этого даже получил почетную грамоту от правительства пресловутый ДНР. Типа за помощь народу Донбасса или что-то в этом роде. Реально бывший единоросс на ходу переобулся, 15 лет сидел в Думе, придумывал всякие очередные запреты, ну или голосовал за них, а тут взял, свалил и сразу весь из себя такой оппозиционер. Ага, охотно верим. Подозревая, кстати, что там какого депутата не возьми, чуть запахнет жареным, моментально станут борцами за свободу и демократию. Окажется, что им просто приходилось изображать лояльность, а внутри у них аж все кипело от возмущения. Просто нельзя было это показывать. Ну, вы понимаете. Гаджиев уехал из России зимой прошлого года. Бывшего соавтора людоедских законов моментально лишили членства в партии «Единая Россия», а затем уже в феврале этого года объявили в розыск. Помимо прочего, ему вменяют организацию убийства ректора Махачкалинского института в июне 2011 года. Преступление тогда не было раскрыто, но тут внезапно появился подозреваемый. Стоило всего лишь впасть в немилость. Но вообще, конечно, это анекдот. Послушайте сами еще раз как звучит. На автора закон об иногентах, признанного иногентом, составили протокол за отсутствие маркировки иногента, согласно закону об иногентах. Ну, согласитесь, красиво же. Просто гимн абсурду. Можно, как говорится, золотом на граните выбивать. Друзья, внимательно посмотрите на эту картинку. Что вы видите? Да, это новый принт. Но как вы думаете, что он значит? Дам подсказку. Это коллаборация с художником BFMTH, с которым мы уже выпустили полюбившиеся вам футболки, панелька и детство. Творчество BFMTH это настоящее провокационное искусство, которое вызывает резонанс в обществе и заставляет задуматься. Именно таких смелых и талантливых художников я стремлюсь поддерживать и делаю с ними коллаборации, чтобы как можно больше людей узнало про их творчество. Стиль BFMTH во многом сформировался под влиянием обложек альбомов Black Metal, а псевдоним художника это отсылка к популярному персонажу этой субкультуры демону Бафомету. Настоящее имя BFMTH предпочитает не раскрывать, так же, как и не показывать свое лицо, что добавляет интриги в его творчество. Многие из его работ построены на игре слов и смыслов, как, впрочем, и наша новая коллаборация «Менты сбываются». Художник обыграл очень известный слоган одной крупной российской компании. Догадались, о чем речь? Но пока вы думаете, напомню, что у всей нашей продукции очень крутое качество. Это всегда 100% хлопок и рисунок свечной шилкографии. Он не потеряет яркости, будет выглядеть как новенький даже после сотой стирки. Кстати, мы немного изменили фасон футболок, теперь они будут смотреться на вас еще круче. А вот теперь можете переходить по ссылке в описании к этому ролику и быстрее покупать новую крутую футболку. Ведь весь мерч в моем магазине лимитированный, и его может просто не остаться. А что там у нас во Франции? В сене все-таки обнаружили кишечную палочку. На Олимпийских играх в Париже одна из бельгийских спортсменок Клэр Мишель попала в больницу. И случилось это после того, как она плавала в сене во время соревнований по триатлону. После этого ее команда отказалась участвовать в эстафете. Тем более, что после заплыва сразу нескольким спортсменам было плохо, а не только ей. Первый заплыв триатлонистов состоялся с задержкой, так как пробы воды показывали недопустимый уровень загрязнения. В итоге всех убедили, что все прошло, все нормально и можно плыть. Но как бы не так. И на днях подтвердилось, что у триатлонистки в больнице таки нашли кишечную палочку. До этого не было ни одного официального подтверждения случая заражения. Были только слухи, но тут подтвердилось. Ну и также стало известно, что швейцарец Андриан Брифо, который тоже участвовал в соревнованиях в сене, слег с желудочно-кишечной инфекцией. Но в этом случае о какой конкретно болезни идет речь, представители Швейцарии не сообщили. В самой реке уровень опасных бактерий при очередном тесте показал превышение в 10 раз выше нормы. Эксперты говорят, что проблемы с водой связаны с недавними дождями, которые снова перегрузили систему очистки и выпустили загрязненные стоки в реку. Хотя парижские власти потратили тучу денег на очистку сены перед Олимпийскими играми, но полностью свою задачу они не выполнили, как неоднократно обещали. Макрон, который слился и не поучаствовал в заплыве по сене вместе с другими политиками, видимо, что-то знал. Чувствовал, что не стоит эту водичку глотать и в ней плавать. Ходили, кстати, случаи, что соревнования в сене могут вообще перенести на водный стадион, но в итоге в четверг они все же состоялись в реке, пока вроде никто не жаловался. В исправительной колонии номер 6 по Омской области состоялось эпохальное событие турнир по силовому многоборью. Ну, вообще-то, конечно, это полная хрень, про которую я бы не стал вам рассказывать. Мало ли, что там проводится. Вообще, в местах лишения свободы постоянно проводятся всякие там конкурсы, соревнования. Ладно, какая нам разница, куда лучше слепить танк из снега или из говна и палок? Ну, или, например, конкурсы и песни или матч в футболе. Неважно. Потому что обычно все это делается для того, чтобы в силовское начальство выложило отчетик. Но в этом случае интересно другое. Это название. Потому что турнир назывался Триумф воли. Конечно, могли бы что-то в честь Олимпийских игр назвать, но нет. Видимо, Олимпиада не так вдохновляет, как фильм Лени Рифеншталь о съезде нацистской партии. Кстати, турнир совпал с днем освобождения Владимира Карамурзы, который сидел именно в этой колонии. Со стороны зрителей царила атмосфера поддержки и энтузиазма, сообщает нам пресс-служба местного ФСИН. А местный начальник зоны не забыл подчеркнуть важность таких мероприятий для поддержания здорового образа жизни. Жаль только, что саму Лени Рифеншталь не пригласили. Без ее камеры Триумф недостаточно Триумфали. Ну, а теперь, если серьезно, насчет здорового образа жизни. ИК-6 одна из самых суровых колоний в России, где условия содержания заключенных крайне тяжелы. Несколько лет назад здесь произошел один из крупнейших тюремных бунтов современной истории страны. Но, как говорится, все это только добавляет колорита Триумфу воли. Главная новость недели, это, конечно, бои в Курской области. На эту тему на неделю у меня выходило два ролика, посмотрите, если их не видели. Информации поступает много, информация противоречивая, поэтому давайте посмотрим, что известно на сегодняшний момент. В минувшие выходные Курск принимал в своем городском соборе казанскую икону Божьей Матери, считающуюся чудотворной. Это происходило в рамках Всероссийского крестного хода о даровании победы. Вечером 5 августа икона покинула город, и уже через несколько часов стали появляться первые сообщения о заходе украинских сил на территорию Курской области. Первые официальные сообщения утверждали, что незначительные диверсионные группы ВСУ отброшены обратно через границу с большими потерями. Иначе не бывает. К утру следующего дня оказалось, что украинцы заняли 11 населенных пунктов и не собираются останавливаться. Что же случилось? На это уже было тему много разговоров. Посмотрите мой вчерашний ролик. Что-то пошло не так. Ну, или же икона оказалась неисправной. Но давайте подробнее. Итак, утром 6 августа появились сообщения о сильном обстреле небольшого городка Суджа, расположенного в 10 километрах от украинской границы. Они почти не вызвали интерес аудитории. Ну, все давно привыкли к обстрелам приграничных территорий России. Такие новости давно стали чем-то типа свода КДТП или региональной криминальной хроники. Но в этот раз все оказалось не так. После артподготовки значительные украинские силы при поддержке большого количества бронетехники пересекли границу и начали продвижение вглубь российской территории. Как на условиях анонимности утверждают источники в окружении Зеленского и руководстве ВСУ, они практически не встретили организованного сопротивления. А российские военные, в основном срочники и пограничники стали массово сдаваться в плен. Мы видели эти кадры, их потом продоставили, там, все это с дронами. Ну, и действительно, мы не видели картинок, чтобы там шли какие-то бои, чтобы люди там как-то серьезно оборонялись. Скорее всего, это действительно так, что при заходе в ВСУ российские военные, которые находились на своих позициях, они особого сопротивления не оказывали. Но вообще в этот раз есть характерная деталь. В ВСУ хранят строгое молчание и вообще никак не комментируют официально это наступление. Почти нет фото и видео в сети, то есть все материалы, которые есть, они идут со стороны как раз именно российских военкоров. Здесь, опять же, уникальная ситуация, что за событием мы следим именно с российской стороны, с российских военкоров, которые прямо максимально на российской стороне. То есть это не какие-то там фотошопы. И здесь, опять же, интересно, что есть военкоры, вот эти все там зетовцы, которые они так прямо «А, все пропало, кошмар», там, рапортуют о потере тех или иных населенных пунктов, а есть другие, которые их уже критикуют. То есть у них такой начался такой жаба-гадюкин, когда одни критикуют других, мол, зачем вот разводить эту панику, вообще как не стыдно распускать эти панические настроения, все хорошо, враг будет разбит, победа будет за нами, уже все стабилизировали, уже всех откинули, а вы здесь вот эту панику разводите. В общем, ситуация такая противоречивая. Если кто-то вообще внимательно следит за ходом военных действий, то он может вспомнить, как было, например, раньше. А раньше, когда были эти рейды в соседнюю Белгородскую область, то там освещение было чуть ли не в прямом эфире. Бойцы, вот эти вот ДРГшники, которые заходили, они фотографировались, писали видосы, чуть ли там не у каждой таблички или столба, а ну, а здесь практически тишина. Что, собственно, очень необычно выглядит. Украинские войска уже к утру следующего дня взяли под контроль 11 населённых пунктов, включая райцентр Суджа. Тактика наступающих сил состоит в том, чтобы не заходить в посёлки, если там нет войск и сопротивления. Их просто проходят и идут дальше. И здесь очень смешно получилось с грозным спецназом Ахмат, который как раз и стоял на границе и который должен был всех остановить, потому что он просто исчез. При этом его командир Аптия Лудинов объяснил, что его отряд на позициях, а в СУ просто прошли мимо. А потом он ещё обвинил во всём российской Минобороны. Где ты такое уже слышал? Шойгу, Герасимов, где боеприпасы? Да, помните, наверное. Некоторые руководители Министерства обороны, вот я так понял, они настолько обманывали, 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 и получилось так, что обманули сами себя. Такая картина у нас сейчас вырисовывается. И это вторая тема, которая сегодня активно обсуждается во всех этих Зет-каналах у военкоров. Да, мол, как это так? Опять вот этот вот грозный Ахмат, эти грозные чеченцы, которые должны были уже наконец-таки принять бой, они куда-то исчезли, и почему-то никто их не видел, кроме этих вот заявлений. Как их могли обойти украинцы, непонятно. На каких они находятся позициях, тоже непонятно. Но здесь есть нюанс, что, судя по всему, вот эти вот чеченские все вооружённые формирования, они тратят больше сил и энергии своей не на войну, а на то, чтобы выбивать у людей извинения, запугивать всех этих несчастных военкоров. И тогда у них прорывается, иногда смотришь к какому-нибудь очередному там Зет-овцам, какого-нибудь военкора, какого-нибудь там, я не знаю, военного волонтёра, у которого просто уже не может терпеть её, и он начинает говорить, эти там тик-ток войска, там этот цирк, охмад, вот эти все, они не воюют, только угрожают, пожалуйста, доколе мы будем это терпеть. А они страшно ненавидят, то есть, я говорю, конфликт между основными там формированиями российскими чеченцами, он просто уже улетает куда-то в небеса, то есть там просто противостояние, оно серьёзное. И буквально на следующий день обычно появляются какие-нибудь извинения, где вот этот вот проговорившийся, слишком нежный и растроганный военкор начинает с грустными глазами говорить, я не понял, я вот тут встретился с командирами там Ахмат, мне объяснили, что на самом деле ребята всё правильно делают, вот, они большие молодцы, спасибо им большое, что держат наши все эти рубежи, вот, а я просто дурак сразу не разобрался. И ещё раз, это всё выглядит очень-очень-очень-очень странно, ну, окей, оставим это им, пусть они между собой сами как-нибудь разбираются. Разные военные аналитики до сих пор гадают, в чём же цель украинского наступления, я не военный аналитик, но выглядит всё довольно очевидно, ударить туда, где противник не ожидает удара, ну, это классика военной науки, в России границу воспринимали как очередную красную линию, ну, вот, её перешли. Подробнее о том, какие есть версии и что говорят профессионалы-эксперты в военном деле, у меня вчера выходил ролик, поэтому, кому интересно послушать разные версии с аргументами, приглашаю его посмотреть, если до сих пор не видели. Кстати, как кто-то сказал, то ли в шутку, то ли всерьёз, а ведь теперь Россия может требовать возвращения к международно признанным границам 91-го года. Ну, в общем, да, у Украины появился серьёзный рычаг давления, а ещё там совсем рядом находится та самая Курская АЭс, и многие высказывают мнение, что целью может быть и она, что потом, может быть, поменять её на Запорожскую или как-то так. Ну, а в самой суд же, как, опять же, я рассказывал в прошлых видео, в СУ заняли важный пункт Газпрома, который контролирует вход газопровода на территорию Украины. В Европе даже взлетели цены на газ, что вдруг там что-то случится и украинцы перекроют вентиль. Впрочем, паника быстро спала, ну, потому что труба и так идёт по Украине, если бы они хотели её перекрыть, то давно бы её перекрыли. Что было прекрасно во всей этой истории, так это реакция российской стороны, всех её представителей. У Минобороны всё идёт по плану. Враг будет разбит, убили 100-500 там солдат, сожгли тысячи танков. Это всё понятно. После этого, правда, прилетает украинский Хаймарс, уничтожает огромную российскую колонну, взлетает на воздух склад боеприпасов в Липецке. Ну, окей. Путин во время совещания на фоне новостей о боях на территории Курской области спрашивает у министра Силуанова, как тот съездил в Крым на мотоцикле. Так что, ну, тоже, видимо, всё хорошо. Местные начальники рассказывают, что всё под контролем, налажена организованная эвакуация, правда, местные жители говорят, что никакой эвакуации нет, и люди предоставлены сами себе. Кому верить? Местным жителям или чиновникам? Мне кажется, ответ очевиден, конечно же, чиновники, потому что, ну, чиновник же врать не может, а местные жители, которые говорят, что на них все забили хуй, их просто бросили, и теперь они предоставлены сами себе, понятно, что всё это бандеровские провокаторы. Такого быть просто не может, я уверен, что на местах была очень грамотно организованная эвакуация, все их проинформировали, всех спасли, всем выплатили достойные компенсации, и настоящие патриоты и жители Курской области, они полностью довольны и всячески всё это поддерживают, вот, а все эти недовольные видеообращения пишутся в Голливуде специально для того, чтобы посеять панику и раздор. Не ведитесь на эти гнусные провокации, друзья. Так, надо сарказм ставить, смайлик какой-то или нет. В официальных СМИ ведущие с тревожными лицами рассказывают, что ситуация под контролем и показывают с привязкой к местности движения колонн техники. Прямо сейчас из Курска на наши позиции идёт очередная партия военной техники. Сейчас вижу и самоходные артиллерийские установки и бронемашины. Всё для того, чтобы укрепить позиции наших бойцов, которые прямо сейчас выбивают из Курской области формирование ВСО. Здесь тоже интересный момент, потому что опять же военкоры, которые находятся не диванные военкоры, а те, которые находятся на войне, они говорят, что большая проблема, особенно первых месяцев войны, была то, что скопление военной техники идентифицируют, туда прилетают ракеты тоже самое, там, Хаймерс, и кладёт сразу десятки человек, и поэтому нельзя так вот ходить, нельзя передвигаться колоннами, нельзя строить всех на плацу, то есть всё должно быть очень разрознено, чтобы нельзя было уничтожить большое количество живой силы и техники в результате обстрела. Вот. И, казалось бы, все эти уроки были выучены, но что мы видели здесь? Здесь мы видим какие-то вот эти победные сюжеты корреспондентов, которые с привязкой к местности, чуть ли не в прямом эфире, показывают передвижение, техники, там, снимают стеллы городов, куда эти колонны там заходят, где они там стоят и всё остальное. В другое время, если бы это не были пропагандисты, людей бы за такое просто посадили. Пришли бы какие-нибудь там ФСБшники, ну, и сказали, что вы, типа, охерелись снимать военную технику, куда она направляется, и это, да, это же просто, ну, играете на руку врагу. Я тебе представляю, что, наверное, в какой-то украинском генштабе просто не выключают там, канал Россия, а просто смотрят в прямом эфире за передвижениями российских войск, да. Но выглядит немножко странно, на эту тему тоже было дикое бурление в среде военкоров. У самих военкоров вообще поводов грустить было много, то есть, они очень быстро впали в отчаяние, начали рассказывать про НАТО, иностранных наёмников, самые горячие головы даже предлагали жахнуть ядеркой. То, что это российская территория, их вообще никак не беспокоит. Вот, также они ищут виновных в чудовищном провале. Сообразить, что, может, вообще не надо было начинать эту войну, в голову как-то никому не пришло. Ну а Дмитрий Медведев отжёг как обычно. Новейшие российские танки могут дойти до площади перед зданием Рейхстага в ответ на появление немецкой техники в составе вторгшихся в Курскую область украинских подразделений. Ну а ВСУ на этом фоне хранят молчание и продолжают закрепляться. Российские власти к вечеру пятницы догадываются наконец вести в трёх приграничных областях режим контртеррористической операции. А утром в субботу оказывается, что украинцы взяли ещё несколько населённых пунктов и зашли уже в соседнюю Белгородскую область. Вот так у нас начался август. Ну а что об этом думает Олег Кашин? Он расскажет нам сам. Олег, привет, тебе слово. Привет, Илья. Украинские войска в Курской области, но это, в общем, беспрецедентное событие в рамках этой войны. Очередная красная линия, которая преодолена, и поезд войны мщится дальше. В ситуации, когда на территорию твоей страны заходит чужая армия, какая задача стоит перед властями этой страны, которая подверглась вторжению? Наверное, прогнать тех, кто вторгся. Но в российской пиарократии главная задача показать, что всё нормально и что жизнь продолжается. Если послушать риторику российских официальных лиц, невозможно понять, в чём дело. С одной стороны, в Курской области чрезвычайная ситуация наподобие, наверное, наводнения или землетрясения. С другой, Владимир Путин назвал появление украинских войск в Курской области масштабной провокацией. Ну, что такое провокация, я не знаю. Испугали, но ничего не сделали. И даже местные, с которыми я общаюсь, мне тоже на голубом глазу говорили, когда появились украинцы, мы подумали, что это очередной рейд РДК. Придут, сфотографируются и уйдут. Не ушли, но жизнь продолжается. Наверное, когда-нибудь уйдут, наверное, когда-нибудь. Более того, здесь можно предчувствовать нечто трагическое, легко представить, как федеральный центр бомбит Курскую область, убивая вместе с украинцами всех местных жителей. Но пока продолжается жизнь, пока действительно, как бы, поток новостей официальных чем не отличается от того, что было неделю назад. И вот здесь очень странное ощущение. Оказывается, войны в жизни по-прежнему нет, что бы ни происходило. Потому что, действительно, отделить войну от повседневности, сделать так, чтобы та самая похорошевшая Москва оставалась похорошевшей Москвой, это и есть главная задача СВО. А если так, зачем вести войну? Я думаю, и Владимир Путин, если припереть его к стенке и спросить Путин, зачем воюешь, ответа не найдет. И значит, войну можно закончить в любую минуту. Ну что, друзья, я много путешествую, но такие новости удивляют даже меня. Во Внуково пассажир умудрился сделать пересадку за считанные минуты весьма хитрым способом. В общем, он летел из Самары в Пермь с пересадкой в Москве. Но самолет из Самары задержался, прилетел на 40 минут позже. Казалось бы, на следующий рейс уже не успеть. Нужно было бы за кратчайшее время доехать по летному полю на автобусе, дойти до Гейта, сесть на другой самолет. В общем, минут 20-30 нужно минимум. Но парень проявил смекалочку. Выйдя из самолета, он заметил, что неподалеку, буквально в 100 метрах, есть другой борт Победы, и он уже принимает пассажиров. Парень решил испытать судьбу и просто дойти до этого самолета пешком, не заходя в здание терминала. Возле трапа мужчина просто спросил одного из пассажиров, летит ли этот самолет в Пермь, на что получил положительный ответ и просто поднялся на борт без лишних церемоний. Во время ожидания взлета нашему герою позвонили за авиакомпанией, чтобы переоформить билет. Он ответил, что все нормально, не надо, я уже нахожусь на борту и услуги по смене билета мне не нужны. В общем, история была бы слишком идеальной, если бы не одно но. В Перми его встретили полицейский и составили протокол за нарушение правил транспортной безопасности, а потом отпустили на все четыре стороны. История, конечно, забавная, веселая, но с точки зрения, опять же, авиационной безопасности, это просто полнейший правил по безопасности в аэропорту, потому что, ну, получается, можно совершенно беспрепятственно полетному полю от одного самолета дойти до другого, никто тебя не заметит, ты спокойно сядешь на борт без каких-то, не знаю, там, дополнительных проверок, документов, всего остального. В общем, какая-то странная история, но, конечно, забавно. А вообще, друзья, я как человек, который часто путешествует, часто опаздывает на разные самолеты, могу сказать вам, что если вы опаздываете на пересадки и у вас один билет, то не надо сильно переживать, потому что авиакомпания, скорее всего, о вас позаботится. Иногда задерживают самолет, иногда там оперативно меняют там на ближайший рейс, предоставят там гостиницу, еще что-то. В общем, вы не пропадете, останетесь в теплых ручках авиакомпании и в большинстве случаев это все вполне безобидно. Вот, а такие эксперименты с прогулкой по летному полю, они могут закончиться весьма печально. Если в России, может быть, еще и прокатит просто выговором и каким-нибудь мелким штрафом, то где-нибудь в Америке, не удивлюсь, если можно будет даже поэтому лучше с этим не экспериментировать и вообще все, что касается авиационной безопасности, там шутки плохи. Могут и по попе сделать ата-та. Только бы дождь не пошел, только бы дождь не пошел. А тем временем в далекой стране под названием Бангладеш случилась революция. Ну, то есть теперь это уже можно смело так называть. Подначалу это были просто протесты, которые быстро переросли в массовые беспорядки и хаос на улицах. А вы можете себе представить, что такое беспорядки в самой густонаселенной стране мира. Это просто ад и кошмар. Но в итоге эти протесты привели к отставке премьер-министра Шейх Хасины, которая возглавляла страну суммарно более 20 лет. И это уже точно революция. Когда протесты побеждают, это она и есть. Первые волнения начались в начале июля этого года, когда студенты вышли на улицы, требуя отмены системы квот. Что это такое? Это такая местная система, которая много лет резервировала 30% рабочих мест в государственных учреждениях за родственниками участников войны за независимость. Проводя аналогии с Россией, представьте, что через много лет люди начнут протестовать для того, что для детей героев СВО будут резервировать какие-то места в вузах или на предприятиях. В общем, у них будет приоритет в получении рабочих мест или мест в вузах, и народ начнет протестовать, мол, несправедливо. Эта система стала источником недовольства среди молодежи, которая чувствовала, что эти квоты просто ограничивали их шансы. Столкновения между протестующими и сторонниками сохранения квот быстро переросли в серьезные беспорядки, когда полиция и военные попытались подавить демонстрации. 21 июля Верховный суд Бангладеш принял решение отменить большую часть квот, но протесты было уже не остановить. Наоборот, требования протестующих расширились. Теперь они требовали проведения расследования по поводу насилия, совершенного против демонстрантов, а также прекращения массовых арестов. Демонстрации становились все более массовыми, несмотря на введение комендантского часа и ограничение работы интернета. 5 августа под давлением непрекращающихся протестов шейх Хасина объявила о своей отставке. Вскоре после этого она бежала в Индию, откуда обратилась за политическим убежищем к властям Великобритании. До последнего момента Хасина настаивала на жестких мерах подавления протестов, что и привело к еще большему обострению ситуации. Тем временем беспорядки достигли своего апогея. Протестующие подожгли офис правящей партии Авами Лик, которая находилась у власти много лет. Неудивительно, что она многим успела надоесть. Демонстранты разгромили резиденции премьера и министра внутренних дел, а также захватили здание парламента. В столице страны, городе Дака, был введен комендантский час. Международный аэропорт закрыли, движение по железным дорогам тоже приостановили. А текстильные фабрики основы экономики Бангладеш, да, покупаете какую-нибудь рубашечку, написано, сделано в Бангладеш. В общем, фабрики прекратили свою работу. Даже полиция объявила о забастовке и за атак на участки по всей стране. После бегства шейх Хасины власть фактически перешла в руки военных, которые провели консультации с президентом и лидерами студенческих протестов. Здесь нужно объяснить, что президент Бангладеш это фигура скорее номинальная. В результате было принято решение распустить парламент и сформировать временное правительство, во главе которого встал Мухаммед Юнус, это лауреат Нобелевской премии мира, и давний политический противник Хасины. Юнус, известный как пионер микрокредитования, был обвинен в хищении средств из благотворительных фондов и получил полгода тюрьмы в 22-м году. После этого он жил в эмиграции в Париже. Однако 7 августа суд пересмотрел его дело и оправдал его, что позволило ему вернуться в Бангладеш и принять руководство временным правительством. К 6 августа ситуация в Бангладеш начала стабилизироваться. Погромы в Даке прекратились, хотя многие школы и предприятия остались закрыты. Текстильные фабрики возобновили работу 7 августа, а полиция снова вышла на дежурство после смены руководства страны. Президент поручил полиции принять жесткие меры для обеспечения порядка, а Временное правительство под руководством Юнус готовится к проведению новых выборов. Юнус уже заявил, что не собирается претендовать на какие-либо должности после завершения работы Временного правительства. Ну и совсем коротко расскажу, что это за волшебная страна такая Бангладеш. Бангладеш на самом деле страна довольно молода, несмотря на то, что ее население больше, чем в России. 171 миллион человек на небольшой территории размером примерно с Вологодскую область. Вы себе можете представить какую-то кучность, плотность населения. До 47-го года прошлого века это была территория Британской Индии, а после ее раздела стала частью Пакистана. И здесь интересно, что основной Пакистан и Бангладеш находятся примерно на расстоянии тысячи километров, их разделяла огромная Индия. Ну, то есть Бангладеш был вроде Калининградской области для России, только связи особой там между ними не было. При этом местное население пакистанцев-то особо не любило, всегда отношения были такими напряженными, и в итоге это все это привело к войне 1971-го года. Войну Пакистан проиграл, а Бангладеш получил в итоге независимость, став самостоятельным государством. Сегодня Бангладеш это полная жопа, страшная нищета, страшные условия работы, все эти текстильные фабрики, когда вы покупаете какую-нибудь рубашечку или кофточку, где написано отшито в Бангладеш, вы должны понимать, что, скорее всего, это детки в ужасных условиях для вас все это дело отшивают. С экологией беда, с пробками беда, с инфраструктурой жопа. В общем, нищая, бедная, несчастная страна, где живет огромное количество людей, и поэтому социальные взрывы там происходят гораздо ярче, чем на других территориях. Про Бангладеш, у меня на канале есть отдельный ролик, я там был год назад, рекомендую посмотреть, я там рассказываю про историю страны, мы там смотрим разные регионы, как пилят корабли на металлолом, как живет город проституток, да, там есть целый город с проститутками, как выглядит Дака, столица, насколько чистый там водоем и все остальное. Обязательно посмотрите, очень интересно, что на нашей планете до сих пор существуют такие страны, где жить довольно мрачно. Разжалованный герой России получил 11 лет за убийство 18-летней девушки. А спустя месяц снова вернулся на войну с Украиной. И там он уже вовсю допрашивает пленных украинских солдат. Уроженец Татарстана Ирек Магасумов, как пишут местные СМИ, с первого года так называемое СВО воевал на территории Украины. В июле 22-го года он участвовал в боях под Лисичанском, а в августе 23-го был награжден званием Героя России и наградил его лично Путин. Но уже через несколько дней после награждения военнослужащий умудрился убить 18-летнюю жительницу Луганска. Как утверждает следствие, в местном баре пьяный Магасумов выстрелил из пистолета в одну из посетительниц, с которой там познакомился. Магасумова судили и в июле этого года признали виновным в убийстве, приговорили его к 11 годам колонии строгого режима и лишили звания Героя. Но долго ему, как вы поняли, сидеть не пришлось. 4 августа в телеграм-канале Бешеные псы появилось видео, на котором похожий на Магасумова мужчина допрашивает украинского военнопленного. Жена военного подтвердила журналистам, что на видео ее муж. А позже Татар Информ рассказала, что Магасумов вернулся на войну еще 19 июля. Кстати, еще сразу после оглашения приговора жена Магасумова обещала журналистам, что ее муж снова встанет в ряды защитников Отечества, несмотря на произошедшую с ним несправедливость. И оказалось права. Бывший герой-убийца снова вооружен на свободе и может дальше убивать людей. А держать его в тюрьме за пьяные убийства девушек в луганских барах, конечно же, несправедливо. Такая вот история. Убил, сел, вышел, повоевал и можно повторять это, судя по всему, сколько угодно раз. Не успел наш любимый мэр Орска Василий Козупица уйти в отставку после проблем с наводнением. Как публично извиняться перед горожанами пришлось уже его преемнику Артему Воробеву. Дело в том, что на днях на телеканале Оргст ТВ вышел новостной сюжет про то, как градоначальник лично принимает граждан в своем кабинете. И там просто полнейший я вот не понимаю людей, которые монтировали этот сюжет и все это дело снимали. Потому что на прием к мэру пришел участник ЧВК Вагнер, который потерял на войне с Украиной ноги. Он жаловался, что участок земли, который он купил на выплаты за участие в войне, затоплен после вот этого наводнения. А еще он никак не может получить удостоверение ветерана боевых действий. Вот. Но самое главное здесь, то, что в телесюжет попали кадры, как этот безногий Вагнеровец карабкается по ступенькам администрации на руках, чтобы попасть на прием к чиновнику. Вот. Зрелище это просто п***ц. Еще раз. Ну, понятно, что оно возбудило жителей Орска. И вот этому Воробьеву пришлось за такой позор публично извиняться. Вчера случилась очень неприятная ситуация, за которую стыдно мне как руководителю, стыдно мне чисто по-человечески. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Видео с ветераном СВО. Когда ты на все это дело смотришь, просто в голове не укладывается. То есть люди же это снимали, они это монтировали, они это с гордостью выкладывали. Неужели у них в голове какой-то хлебушек, неужели они понимают, что это п***ц? То есть даже в здании администрации нет нормальной безбарьерной среды. То есть там нет лифта для инвалидов, там невозможно этим пользоваться. И сейчас, когда с войны на гражданку возвращается много инвалидов, людей там без ног, без рук, я думаю, общество должно как-то обратить внимание на тот просто кромешный п***ц, который происходит именно с безбарьерной средой, именно с отношением к инвалидам. А про это же много говорили, годами про это говорили благотворительные фонды, активисты. У меня был миллион сюжетов, что в России там тысячи людей, десятки тысяч людей, которые просто не могут из дома выйти, потому что даже дома там их не оборудованы, они без посторонней помощи не могут выйти. Даже в Москве, если мы возьмем Москву, самый жирный, богатый город, куда деньги, там, некуда девать, даже в Москве человек на инвалидной коляске не может нормально перемещаться. Бесконечные подземные переходы, которые недоступны инвалидам, бесконечные бордюры, лестницы, невозможно ни в кафе, никуда зайти. То есть без посторонней помощи, если у тебя нет бабла, чтобы тебя сопровождали какие-нибудь крепкие мужики, такие ассистенты, ты не можешь самостоятельно даже выйти из дома и вести более-менее полноценную жизнь. Вот. И здесь мы видим сюжет, как человек просто на руках ползет по лестнице и всех все устраивает, пока люди на это не обратили внимания, не начали возмущаться. Ну и, конечно же, чиновник пообещал, что такое больше не повторится, а принимать горожан он теперь будет в других помещениях, приспособленных для всех жителей города. Ну, вполне возможно, что просто по шапке получат работники того самого Орск ТВ, которые пропустили в эфир кадры с безногим ветераном. А сам он вряд ли дождется доступной среды для инвалидов в своем городе, потому что задачи сейчас другие, есть более приоритетные направления. Нужно делать снаряды, которые разрушают инфраструктуру в соседней стране, вместо того, чтобы заниматься проблемами страны своей. Перенесемся в Нигерию, там уже больше недели идут массовые протесты против голода и бедности. Так вот, там арестовали настоящего живого Ленина. Такая фамилия у нигерийского лидера протестов. Его так и зовут Майкл Ленин. Он возглавляет компанию за права молодежи в стране и борется за лучшее будущее обездоленных соотечественников. Митинги и забастовки в Нигерии начались еще в июле. Сотни тысяч жителей требуют от власти повысить зарплаты и спасти страну от роста цен на продукты и угрозы голода. С 1 августа протесты переросли в массовые волнения, в которых были убиты как минимум 13 протестующих. 4 августа президент Нигерии Тинубу призвал нигерийцев прекратить протесты и даже пообещал исправить проблемы в экономике. Но демонстрантов его доводы не убедили. И они решили продолжать борьбу. Как пишет газета Guardian Нигерия, Майкл Ленин призвал граждан выходить на улицы, пока их требования не выполнят. Домой за ним пришли ночью, а во время задержания к Ленину применили пытки. Соратники лидера протестов требуют его отпустить. Ну и конечно же про Нигерию. У меня на Ютубе есть отдельный фильм. Хотите увидеть, что это за удивительная страна? Почему люди недовольны там бедностью? Обязательно смотрите. Ссылочку вы сейчас видите где-то на экране. А если не видите, то она будет в описании к этому ролику. Превышаешь скорость от мутузим всей деревни. Дорожные знаки с такими надписями появились в сибирском селе Верхний Карбуш. Местным жителям надоело, что там на огромной скорости гоняют лихачи и снова взяли дело в свои руки. Почему снова? Потому что деревня Карбуш уже попадала в новости. Еще в 21 году ее жители записали видеообращение к тогдашнему канцлеру Германии Ангеле Меркель. Они просили ее починить в их деревне раздолбанную дорогу, так как местные власти на их просьбы не реагировали. Уважаемая Ангела Меркель, обращаемся к вам за помощью. Сделать дорогу по улице Дмитрия Михайловича Карбушева. И тогда это сработало. Меркель, конечно, Верхний Карбуш не приехала, но про деревню рассказали российские СМИ и омским чиновникам пришлось дорогу все-таки отремонтировать. Оно и понятно, в этой деревне до сих пор живут этнические немцы, поэтому к Меркель они обращались. Вот властям в итоге пришлось откликнуться, а то вдруг попросят еще в Германию, сами понимаете, некрасиво получится. Но после ремонта у жителей деревни начались новые проблемы. Машины, которые там ездят на огромной скорости. Местная активистка говорит, что водители там летают как на ракетах, поэтому она с коллегой решила скинуться и установить ограничительные таблички. Их надписи грозят не только отмутузить лихача всей деревней, но и зарядить камнем в лобовое стекло. По словам женщины, водители смеются, но скорости, правда, сбавляют. Вообще, конечно, история сомнительная, потому что такие знаки, на первый взгляд они вызывают улыбку, но очень быстро водители к ним привыхают и, конечно, дальше будут продолжать гонять. Поэтому очень важно, если мы серьезно говорим про проектирование улиц, особенно в жилой застройке, очень важно проектировать дороги так, чтобы там физически было невозможно разогнаться. Для этого, например, на Западе можно часто увидеть ситуацию, когда при въезде в деревню мы видим искусственное сужение или искривление дороги. Это провоцирует водителя, каким бы лихачом он не был, это провоцирует его сбавлять скорость, чтобы вписаться в этот поворот или проехать через узкое место. Можно делать искусственные неровности, те самые лежачие полицейские, можно еще принимать какие-то разные меры. В общем, дорога должна быть спроектирована так, чтобы там невозможно было комфортно разгоняться. Понятно, что дурак, если сильно захочет убиться, что-то допридумает, но большинство водителей будет ездить аккуратно, так что нужно грамотно проектировать улицы. С другой стороны, в России это довольно проблематично, потому что еще советские ГОСТы, они зачастую не допускают тех решений, которые мы видим в Европе. Именно поэтому ГОСТы нужно менять, нужно реформировать ту систему, по которой у нас проектируются дороги и улицы. Тогда города будут безопасны, и на дорогах не будут погибать люди. Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал своих соратников удалить с телефонов WhatsApp и переходить в Telegram. Он заявил, что сам прекратил пользоваться мессенджером империалистической кампании и центром шпионажа, и перешел в Telegram, где за ним, как говорит Мадуро, не следят и не угрожают. По словам Мадуро, враги используют WhatsApp в психологической войне против Венесуэлы, и даже размещают призывы к его убийству. Такие атаки, как он сказал, приходят из США, Чили, Перу и Колумбии. Бедняга, в кругу врагов. Мадуро все же пообещал, что не будет отключать мессенджер одним нажатием кнопки. Он читает, что жители Венесуэлы должны сами принять такое решение и проследовать вместе с ним в Telegram и WeChat. Как мы знаем, WeChat супербезопасный мессенджер, никто там за вами не следит. Ну а до этого президенту Венесуэлы мешали жить TikTok и Instagram. Там, как утверждал Мадуро, распространяют видео с протестами в стране, что разжигает ненависть среди граждан. Только я начал говорить про блокировки, и, похоже, природа решила заблокировать мое выступление, потому что пошел дождь, меня надо спасать как-то камеру и немножко себя. Ну ладно, меня-то ладно, камеру надо как-то спасать. А вообще грустно, глядя на все эти новости, что, помните, в Турции на прошлой неделе Эрдоган заблокировал Instagram. Ну, в России у нас YouTube продолжают блокировать и замедлять, Instagram и Twitter давно заблокирован. Венесуэла и так далее. Чувствую, скоро мы вернемся как раз с вот этой вот, насладившись свободой, когда можно было путешествовать по миру, общаться, да, и была какая-то единая среда, все пользовались одними соцсетями, и было как-то удобно. Теперь в каждой стране будут свои мессенджеры, свои социальные сети. Общаться будет опять невозможно. Будем писать письма, да, на радость товарищу майору. Там все будет по старинке, все будет удобно. В общем, вернем все взад, друзья. Вернем все взад. А я пошел искать зон. Вроде дождь не такой сильный. С другой стороны, буду похож на мокрую псину. Ну, а с другой стороны, чего вы не видели, друзья? Мне нечего от вас скрывать. Ладно, продолжим пока так. Будем надеяться, силы природы сжались надо мной и не будут сильно поливать дождиком. Беда пришла, откуда не ждали. Российской цензуре пришлось покромсать очередное аниме, в котором она нашла ЛГБТ-пропаганду. Но ничего уже удивительного в этом бы и не было, если бы мультик не был китайским. Да, вроде бы дружба, а такой вот жест недоброй воли. Я стою под дождем. Благословение небожителей. Это мультфильм по фэнтези-роману китайской писательницы Масям Танцю. Вышло уже два сезона серии, мультик стал безумно популярным. А в этом году Благословение небожителей стало самой продаваемой книгой в России. В мае студия-правообладатель Дип сообщила, что анимация исчезла с кинопоиска и рутью по требованию Роскомнадзора, что было связано с запретом в России пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола. Цензоры почикали мультик, удалили из него множество эпизодов, а потом вернули на платформы с укороченными сериями. И здесь еще раз, это все было бы нормально, если бы это был какой-нибудь богомерзкий европейский мультик. Или японский, как мы знаем, японцы давно легли под американцев и тоже распространяются вот эту вот ЛГБТ плюс Кью пропаганду, но китайцы-то братушки, мы же давно уже ориентируемся на Китай, мы же хотим, как в Китае, чтобы с хлыстом, со стеной, с камерами, чтобы камера просто стояла в каждой кровати, чтобы, не дай бог, никто там не содомил и не нарушал наши традиционные ценности и скрепы не разгибал. Казалось бы, Китай, да, Китай, это, мы должны на них равняться, и уж там-то точно, ну, под присмотром партии не может быть ничего неправильного, но даже из Китая в Россию проникают такие истории, да, и что это за друзья такие китайцы? А вдруг в их машинах там тоже что-то не то? В общем, кошмар, никому нельзя верить, осталась Россиюшка одна, одинешенька, вот, а вокруг враги, вокруг враги, даже наш восточный друг, которым, казалось бы, навек, оказался не просто друг, а решил запустить свои щупальца куда не надо. Непристойное предложение после неудачного прыжка с шестом на Олимпиаде получил французский прыгун Антони Амирати. Он не смог преодолеть планку в 5 метров 70 сантиметров и попасть в финал, потому что во время прыжка задел ее своим пенисом. Видео с провалом атлета завирусилось в соцсетях, и теперь ему предлагают развить свою популярность в французе. спорной индустрии. Вице-президент одной из спорно-платформ предложил Амирати 250 тысяч долларов, если тот покажет по вебкам свои таланты. За вычетом, конечно, перекладины. И это, между прочим, в три раза больше, чем государственные выплаты за золото на Олимпийских играх. Пока что спортсмен на такое заманчивое предложение не отреагировал. А я бы согласился сейчас на зонтик. Ну ладно. Продолжаем, друзья. Ставьте лайк, чего не сделаешь. Ради вас. Холодно, зябко и мокро. Прошедшая неделя пополнила еще двумя фамилиями список арестованных генералов и связанных с военной темой функционеров. Задержаны были директор Московского парка «Патриот» с мрачным храмом Минобороны Вячеслав Ахмедов и заместитель начальника Главного управления Министерства обороны генерал-майор Владимир Шестеров. И одного и второго подозревают в мошенничестве и хищении бюджетных денег. Как считают в Следственном комитете, Ахмедов и Шестеров воровали деньги, которые были выделены на обеспечение работы Парка «Патриот» и Конгрессно-выставочного центра. Директора парка отправили под стражу, а генерал пока отделался домашним арестом. Что конкретно вменяют обоим фигурантным, пока неизвестно. Но в конце июля в СМИ появились сообщения о том, что в администрации Парка «Патриот» прошли обыски по делу о хищении более 40 миллионов рублей на госзакупках. Парк «Патриот» заложили еще в 2014 году по распоряжению Сергея Шойгу, который на тот момент занимал пост министра обороны. Он состоит из множества объектов на пяти гектарах, среди которых храм Вооруженных сил России, партизанская деревня и центр военно-тактических игр. Как пошутил кто-то из комментаторов, на самом деле очень жаль Сергея Кожугеточа. Он так старался, собирал команду, которой полностью доверял, а оказалось, что почти все заместители, коррупционеры, а подрядчики и генералы безбожно воруют. Наверняка он сильно разочаровался в людях. И с этим сложно не согласиться. Я представляю, как сейчас переживает Шойгу. Думает, как же так? Я думал, они все честные люди, а они оказались ворюги. И тут известный зет-пропагандист из комсомольской правды Дмитрий Стешин сделал неожиданное признание. Оказывается, храм Вооруженных сил России, который построили в Московском парке «Патриот», отражает нечистые мысли и черные души тех, кто его строил. При этом подозрение в этом Стешин носил себе несколько лет, но терпел, а теперь из него поперла правда. За год до ковида, как пишет Стешин, он возил в «Патриот» свою родню из провинции, но слишком далеко гостей не повел, потому что не захотел. Стешину, как он говорит, при жаре 30 градусов в храме было зябко, а в голове крутилось слово «Некромания». «Я не помню более мрачных сооружений», пишет Стешин, «трамольные, кощунственные вещи про храм, которые освещал сам патриарх Кирилл. И что мне мерещилось, когда я стоял на площади перед мрачной громадой собора, писать пока не буду, слишком четко сбылось». Такие вещи пишет Стешин, да, и не боится. Большинство читателей догадается, настолько все явно. Возможно, мастера, а комплекс, несомненно, обладает культурным и художественным значением, неосознанно сотворили в камне проекцию мышления тех, кто это реализовывал. Так показали их нечистые мысли и черные души. Почему храм черно-серый? А потому, если кто-то думает, что подобные аферы Богу не видны, он заблуждается и всегда на них укажет и накажет. Я, например, добровольно в это место никогда не поеду. Такие дела, друзья. Теперь надо смотреть, не возбудят ли это, Стешина, дела о дискредитации армии и оскорблении чувств верующих. А вообще, конечно, забавно, как одни и те же люди сначала вылизывали до блеска жопу тому же Шойгу, как боялись слова против сказать и все носили в себе. А теперь, когда Шойгу попал в опалу, когда его генералов арестовывают, можно наконец-таки рубануть правду матку и сказать все, что ты думал много лет про это сооружение. И оказывается, храм говно и работали в Министерстве обороны все ворюги, и спрашивают, а где же вы раньше были? Где же вы раньше были? Страшно подумать, что будет с этими людьми, когда Путин уйдет. Ох, они разойдутся, очередь будет среди тех, кто будет рассказывать, а я знал, а я чувствовал. И когда я был в Кремле, вы не представляете, какая там была темная энергетика, какие мысли мне приходили в голову, до сих пор страшно об этом вспоминать, мучились мы там все, но теперь мы вам все расскажем. И уверен, первыми локтями всех будет расталкивать Владимир Соловьев. Так, друзья, я нашел очень красивый вид, где хочу продолжить рассказывать вам новости. Если отсюда не нахожусь, то произойдет просто какое-то чудо. Пожелайте мне удачи, потому что камни скользкие во мху, а там довольно прохладная северная водичка. Что еще интересного происходит в мире? В Перу работает женский детективный отряд Феникс, который занимается расследованием супружеской неверности. Его сотрудницы уже 20 лет занимаются поимкой изменщиков и изменщиц по всей стране. Основательница отряда Джессика Мелина рассказала газете Ля Република, что за эти годы она и ее сыщицы раскрыли более 10 тысяч дел. В расследованиях они используют разные инструменты и методы от старомодной слежки до наблюдения с помощью дронов и крошечных скрытых камер. Хотя отряд Феникс не делает различий между мужчинами и женщинами, когда дело касается измен, у них есть одна особенность. С самого начала там работают исключительно женщины, потому что они, как показал опыт, лучше всего подходят для такой работы. По словам Джессики, женщины могут лучше маскироваться и гораздо быстрее решать проблемы. А сам отряд появился из-за потребности людей собирать доказательства неверности в бракоразводных процессах и судах по опеке над детьми. Сыщицы рассказывают, что в простых ситуациях команда может получить необходимые доказательства за считанные часы, а их рекордное раскрытие дела супружеской неверности всего за 4 часа. Кстати, женщины, как показал многолетний детективный опыт, гораздо чаще бывают неверны своим супругам, чем мужчины, причем в соотношении 70 на 30. Так что вот такая пища для размышлений на тему стереотипов о якобы природной мужской полигамности и женской моногамности. Проблема в том, что женщины более хитрые, как мне кажется, и чаще палят мужскую неверность, чем мужчины. Мужчины, в основном, доверчивые простофили, вот и не замечают у себя под носом предательства. Авиакомпания Корейской авиалинии решила больше не подавать традиционную лапшу быстрого приготовления рамен в эконом-классе на дальнемагистральных рейсах. Причина турбулентность. Из-за участившихся случаев тряски горячий бульончик может легко пролиться и обжечь пассажиров или бортпроводников. Так что теперь с 15 августа вместо быстро заваримой лапши в эконом-классе будут подавать более безопасные закуски, всякие сэндвичи, хот-доги, пиццу и горячие пирожки. А вот пассажиры бизнеса первого класса все еще смогут насладиться раменом, если закажут его заранее. Все это происходит на фоне увеличения турбулентности над Атлантикой. По данным корейских авиалиний с 2019 года такие случаи удвоились. Это происходит в том числе из-за изменения климата. Учитывая, что я летаю где-то 100-150 перелетов у меня в год, ни разу не попадал в сильную турбулентность. Прямо даже немножко обидно. Ну и раз уж речь зашла о лапше, в Дании все не могут определиться, то запрещают, то возвращают в продажу несколько самых острых вкусов корейской лапши из-за возможных проблем для здоровья людей. Острая лапша булдак снова поступила в продажу в Дании после того, как датские органы по контролю за продуктами питания отменили часть своего решения об отзыве популярной корейской лапши. Но пока в Дании пытаются бороться с лапшой, корейский бренд булдак не растерялся и в ответ предложил датчанам прогулку на корабле, где из еды была только та самая острая лапша. Будем надеяться, что вечеринка прошла хорошо и никого не прихватил гастрит. А вообще, если вы любитель остренького, будьте осторожны. Это я вам как взрослый опытный человек говорю, потому что можно легко наесть себе различные заболевания не очень приятные. И опять про макароны. Но не беспокойтесь, это последняя на сегодня новость про них. Филиппинскому гимнасту Карлосу Юла, который взял две золотых медали на Олимпийских пообещали пожизненный запас макарон с сыром. Ну, конечно, не только. Национальному герою пообещали подарить квартиру, еще кучу всяких плюшек, но согласитесь, пожизненные макароны тоже совсем неплохо. Президент Филиппин Фердинанд Маркос был очень впечатлен тем, что страна пережила исторический момент. Юла выиграла первое в истории страны золото в спортивной гимнастике. Мы гордимся тобой, а филиппинцы со всех уголков мира поддерживали Ну, и раз уж мы с вами заговорили об Олимпиаде, у нас есть от кого услышать подробности. На связи Вадим, наш корреспондент из Парижа. Вадим, давай тебе слово, потому что я могу спорт обсуждать только, кто там членом что задел, или кому макарошки выписали. А ты у нас более спортивный, так что расскажешь нам все интересные подробности. Привет, Илья. Привет, мои шановные глядачи. Вы ведете, что уже два ты дня Илья выучает я починаю свои сегодняшние новины из Франции так само по беларуску, бо я ведаю, как это тяжко и тому же даю поспехов Илью в этой тяжкой справе. Это действительно тяжко, но это важно. Потому что когда ты говоришь по беларуску, ты можешь лечить себя с правдным беларусам, а беларусов любят и поддержать во всем свете. И я навык лечу, что беларусы это лучшая нация среду всех наций на нашей планете. Но это недокладно. Как бы сказал Тёма Лебедева, это мое меркование. Это только мое меркование. Вот. Илья, я еще раз ждаю тебе поспехов. Ну и поглядем зараз, что отбывается у Франции. Ну а что же во Франции? Во Франции по-прежнему идут Олимпийские игры. Естественно, это остается главной новостью во всех средствах массовой информации в стране. Да не только во Франции. Весь мир сейчас обсуждает Олимпийские игры, как и предполагалось. Уже забыли всю историю с этой церемонии. Открытие с обидами христиан. Примерно такая же ситуация была и в Катаре. Помните, когда перед началом чемпионата мира все говорили о нарушениях прав человека в Катаре? О том, что как ужасно, что Катару выдали это право за какие-то деньги. Но все все забыли, как только начался чемпионат, как только началась Олимпиада. Люди стали сидеть за спортивными событиями, стали болеть за своих атлетов. Мировые СМИ наполнили картинки радующихся спортсменов, плачущих спортсменов. В общем, все, церемонию забыли, все смотрят соревнования. Все, да не все. Оказывается, у нас тут новая проблема. Теперь у нас решают, могут ли женщины назвать себя женщиной, и вообще являются женщиной женщинами в боксе. На Олимпийских играх выступает алжирская боксерка, я не знаю, как это сейчас правильно говорить. В общем, в женском боксе выступает представительница Алжира Имана Хилиф. Выступает она достаточно успешно, и 1 августа она проводила бой против итальянки. Это была самая начальная стадия турнира. Итальянка пропустила, о чудо, пропустила удар по лицу на 46 секунде и отказалась дальше проводить бой, отказалась пожать руку соперницы, заявив, соперница она вообще мужчина и не должна была с ней выступать. Позже, кстати, она за свои слова извинилась, но ящик Пандоры уже был открыт, слезы итальянки на весь мир разлетелись, ее очень многие поддержали, в сети началась настоящая травля алжирской боксерки, ей писали отвратительные совершенно ужасные комментарии. В чем же там проблема, почему вообще начался весь этот сыр-бор по поводу ее пола? Дело в том, что до 2023 года никаких сомнений в том, что Еман Хагив женщина даже и близко не была. Она выступала на Олимпийских играх в Токио, она выступала на огромном количестве турниров, не была она особо успешной спортсменкой, но, по крайней мере, никто не сомневался в том, что она женщина. Все изменилось в 2023 году, когда она приехала на чемпионат мира по боксу под эгидой ИБА, боксерская ассоциация, которая управляется, как вы думаете, и кем управляется приближенным Владимира Путина и спонсируется в принципе Россией. Так вот, на этом чемпионате мира Хелиф победила на тот момент, казалось, непобеждаемой, вообще, которой невозможно победить российскую спортсменку. И после этого ей провели якобы какой-то тест, причем сначала один, до этого был сделан, и там претензий никаких не было, потом вдруг сделали второй, и выяснилось, что она не соответствует каким-то критериям. Непонятно, каким критериям организаторы сначала вообще не заявляли, какой тест они проводили, какой показатель у нее превышен, в чем именно причина ее отстранения. Просто не соответствует каким-то критериям. Хелиф лишили победы, правда, в скором времени саму ИБА, ассоциацию вот эту по боксу, лишили аккредитации, лишили признания Международного Олимпийского комитета и на этих Олимпийских играх, вы знаете, несмотря на то, что это Олимпийские игры, каждый вид спорта проводит своя ассоциация Федерация легкой атлетики мировая проводит соревнования по легкой атлетике и мог это учитывать и все это подчиняется правилам вот Федерации по легкой атлетике. В боксе было то же самое, но ассоциацию эту исключили, исключили, кстати, не просто так, сейчас по это расскажу, и поэтому все эти тесты признали незаконными и Хелиф на этой Олимпиаде выступает абсолютно на законных основаниях. В общем, в чем там претензия к ассоциации боксов? Дело в том, что ей управляет Умара Кремлев, собственно, у него такая фамилия соответствующая, и поговаривает, что стал он президентом этой боксерской ассоциации благодаря Рамзану Кадырову. Также спонсором этой ассоциации стал Газпром, российский гигант. Вы видите, во всех видах спорта Россию исключили, а здесь наоборот, здесь наоборот исключили Украину. То есть Украина сейчас не может выступать на соревнованиях под эгидой этой ассоциации, поэтому могли понимать, что там непонятные какие-то финансовые потоки проходят, и они эту ассоциацию собственно исключили. Да, на Олимпийских играх ИБА теперь не проводит боксерский турнир, но она проводит чемпионаты мира, и именно там исключили Хэли. Все дело в том, что сам президент российским СМИ вот этот Умар Кремлев рассказывал изначально, что якобы у боксерши нашли XY-хромосому, которая свойственна только мужчинам. Но это, кстати, не совсем правда. Позже он как-то поменял свое мнение, уже заявлял, что якобы в тесте обнаружили повышенный уровень тестостерона. А потом и вовсе они заявили, что это был какой-то проверенный тест, но это не был гендерный тест. В общем, к этим тестам вообще непонятно, что они там делали, как они там делали, никаких результатов они не были обнародованы, они ссылаются на то, что это медицинская тайна. Понятно, что возможно нельзя рассказывать какие-то точные цифры данные, но мы знаем, что если спортсменов ловят, например, на допинге на эритропоэтине, они говорят, что у них в крови был найден эритропоэтин. Никто это не скрывает. Если спортсмена дисквалифицируют за повышенный уровень тестостерона, то так и говорится, за повышенный уровень тестостерона здесь никаких доказательств приведено не было, но уже было поздно, все стали называть эту женщину трансгендером, каким-то трансом, там, что ли, не трансвеститом, вообще там очень-очень много чего про нее писали. В новостях в российских так пишут, трансгендеры уступают на Олимпийских игр. Дело в том, что нет вообще никаких доказательств того, что она себя либо идентифицировала как-то по-другому, не женщиной или наоборот женщиной была мужчиной, а нет никаких доказательств, что она вообще когда-то была каким-то мужчиной. То есть девушка родилась в Алжире. Есть детские фотографии, где видно, что это девочка. У нее свидетельство рождения, где написано «девочка». Она училась девочкой, тренировалась девушкой и всегда, напомню, она всегда выступала как женщина и никаких вопросов к ней не было, пока она не победила любимицу собственно президента ассоциации ИБА российскую боксерку. Вот только тогда у нее начались проблемы, поэтому мне почему-то кажется, что дело здесь все не чисто. Очевидно, эманная девушка, очевидно, она может соревноваться, если она находится на этих соревнованиях, то значит, никаких правил она не нарушила, на нее обрушилась огромная волна хейта. Я желаю ей только победы, я надеюсь, что она победила, я желаю ей пережить это. Я не считаю, что ей нужно сейчас сдавать какие-то тесты и оправданности, как многие пишут, ну давайте там, пускай она сдаст тест и докажет, что она женщина. Ну или там, я не знаю, давайте она выложит видео на Порнхаб, где она будет раздета и покажет, что она женщина. Это совершенно полный бред, она никому не должна ничего доказывать, есть презумпция невиновности, она женщина, всегда была женщиной, и это хейтеры должны доказывать обратное. А ей я желаю успехов, и вам, дорогие друзья мои, я желаю успехов, пускай у вас будет хорошая неделя, обязательно посмотрите церемонию закрытия, чтобы на следующей неделе было что обсудить. Может быть мы там тоже на что-нибудь обидимся, но обещают нам что-то фантастическое. Всех вас люблю, заходите на мой канал, как раз когда вы смотрите это видео, я уже пробежал олимпийский марафон, на моем видео обязательно выйдет, на моем канале выйдет обязательно видео большое, где я расскажу, как я бегал олимпийский марафон в Париже. Все, всех вас люблю, до новых встреч, пока-пока. В городе Маркс, Саратовской области, недавно прошли народные гуляния. По очень торжественному поводу. На одну из улиц частного сектора положили новый асфальт, который уже очень давно выпрашивали у чиновников местные жители. По этому поводу горожане организовали детский велопробег по свежей дороге. На мероприятии выступали местные музыкальные коллективы. А в качестве знаменитости на праздник приехал сам глава Марксовского района. Гуляния закончились душевным чаепитием из самовара. Красота! Побольше бы в России таких праздников в честь новых дорог. Глядишь, и дураков станет меньше. Хотя гораздо лучше, если своевременные ремонты станут просто обычной рутиной, как это происходит во всём мире. Потому что устраивать праздник по поводу открытия новой дороги это как-то, на мой взгляд, недостойно сверхдержавы, поднявшейся с колен, из страны, которая претендует на звание нового полюса мира и хочет вокруг себя кого-то там объединить. Праздники нужно устраивать всё-таки немножко по другим поводам, а не то, что наконец-таки в 21 веке дорогу не сделали. А в Москве появилась новая экстремальная услуга змеетерапия. В одной из частных клиник придумали такую охреннюю схему. Платишь 50 тысяч рублей и лежишь в ящике со змеями. Благо не ядовитыми. Они ползают по тебе и лечат спину своей вибрацией. А ещё таким способом можно избавиться от фобии и даже вредных привычек. Например, если во время змеетерапии есть нежелательную для диеты и еду, то может появиться чувство отвращения к вкусной, но вредной еде. Захочешь её попробовать в следующий раз и сразу тебе на ум придёт клубок извивающихся змей. В общем, не особо аппетитно. Услугу уже опробовали на себе звёзды российского шоу-бизнеса. Певец Прохор Шаляпин и модель Анна Калашникова. Ну а представители клиники рассказали прессе, что эта экзотическая терапия пока что не пользуется особой популярностью. И чаще всего люди заказывают услугу ради экзотических фоточек, а не ради исцеления. Если честно, думаю, что всё это и было придумано ради экзотических фоточек, а не ради исцеления. Потому что медицинская польза от подобной херни весьма сомнительна. Так, друзья, вы, конечно, меня извините, я больше не могу выносить этой влажности, поэтому буду немножко прятаться от дождя под зонтом. Хотя не уверен, что это будет эффективно. Где-то в американской глубинке люди стали свидетелями того, как енот нашёл в мусорке пиво и немножечко так наебался, что еле смог уйти, когда его заметили. Вообще в сети можно найти кучу новостей на эту тему. Еноты побираются во дворах частных домов после вечеринок и допивают оставшиеся на столе бухлишко. Залезают в дома в поисках алкоголя, еды. Иногда они даже грабят целые пивные склады. Прогрессивные страны, которые имеют возможность тратить ресурс на такие вопросы, должны озадачиться проблемой алкоголизма среди енотов. Строить, не знаю, наркологические диспансеры, проводить политику насаждения здорового образа жизни для енотов, организовать, возможно, клубы анонимных енотов-алкоголиков. Потому что, судя по количеству подобных видео в интернете, ситуация уже выходит из-под контроля. А вообще, я напоминаю, что с енотовым у меня сложные отношения. Еноты злобные, кусачие, мстительные. Поэтому остерегайтесь енотов. Они не такие милые, как в мультике «Крошка енот». Но вообще, американское общество сейчас волнует больше не еноты, а предстоящие выборы. И подробнее об этом расскажет Станислав Кучер. Привет, Илья. Пока в России, в Украине идет настоящая война, а Израиль и Иран к настоящей войне готовятся, в Штатах происходит то, что еще советские журналисты-международники называли ожесточенными предвыборными баталиями. И если весной до середины лета можно было смело констатировать одну за другой победой Дональда Трампа и его лагеря, то после выхода из гонки Джо Байдена в успешное контрнаступление перешли демократы. Это наступление развивается сейчас по всем фронтам, но прежде всего борьба идет за так называемые колеблющиеся штаты. То есть те, о которых нельзя пока уверенно сказать, синие они или красные проголосуют за демократа или за республиканца. Их поэтому еще называют фиолетовыми. Сегодня таких фиолетовых шесть. Мичиган, Пенсильвания, Джорджия, Висконсин, Аризона и Невада. Любопытно, что после выдвижения в президенты Камела Харрис Дональд Трамп снизил свою политическую активность. Например, если Харрис в ближайшие дни намерен посетить все шесть фиолетовых штатов, то Трамп только один. Одни политобозреватели считают, что Трамп просто выдохся и потому берет передышку. Другие, что он слишком уверен в своей победе и не считает нужным делать лишние шаги. Я думаю, что причина паузы в том, что команда Трампа спешно пересматривает сейчас свою предвыборную стратегию и тактику. Вся энергия и риторика его кампании были направлены на борьбу с жуликом Джо, как постоянно называл Байдена Трамп. Большая часть месседжей были призваны подчеркивать немощь Байдена и на контрасте витальность Трампа. Спешно соперник Трампа более чем энергичная женщина, которая моложе его на 18,5 лет и которая, посмотрите ее выступление в Сенате, способна, похоже, переговорить вообще любого другого политики. Можно верить или не верить опросам, но социология свидетельствует. Харрис за несколько недель устранила преимущество, которое у Трампа было по отношению к Байдену и продолжает завоевывать расположение избирателей. Поскольку о Трампе и Вэнсе я уже говорил многое подробно, теперь очередь Харрис и ее избранника. Один из самых умных ходов, который сделала на этой неделе Камела выбор кандидата на роль своего вице-президента. Напомню, все обозреватели сходились во мнении, что это будет белый мужчина центристских взглядов с тем, чтобы сбалансировать качество Харрис, как реальные, ее происхождения, раса, пол, так и ей приписываемые прежде всего левизна взгляда. Больше всего было ставок на губернатора Пенсильвании Джоша Шапира и сенатора от Аризоны бывшего астронавта Марка Келли. Но Харрис, повторюсь, сделала хоть конем и выбрала человека, на которого вообще почти никто не ставил. Губернатора штата Миннесота 60-летнего Сима Волса. На первый взгляд выбор странный. Волс не герой, как Келли, не еврей, не губернатор колеблющегося штата, как Шапира. Более того, Волс имеет репутацию едва ли не более левого политика, чем сама Харрис. Кстати, Трамп и его сторонники уже бросились пугать американцев его левизной, вспоминая принятые в его штате социальные программы и протесты Биолэ, которые начались в Миннеаполисе и крупнейшем городе Миннесон. Тогда, почему он? Думаю, каждому, кто задает этот вопрос, полезно посмотреть в Ютубе публичные выступления Уолса. Да хоть их с Камалой первый совместный выход на сцену во вторник в Филадельфии. Главное, что сразу бросается в глаза, это его позитивный вайм. Эдакий классический стереотипный американец, только не циничный акула с Уолл-стрит, не красавчик из Калифорнии, не ветеран супергерой, а провинциал добряк, спичный житель американского Среднего Запада, представитель среднего и низшего среднего класса. Школьный учитель, потом тренер футбольной команды, полдат нацгвардии. Уолс будто выпрыгнул прямо из гостиной среднестатистического дома из сериала категории «Б». Настоящая средняя Америка, мясо с картошкой, как сейчас пишут о нем мои американские коллеги. Выпрыгнул и уже на первом выступлении выдал несколько фраз, ставших мемами. Например, самых известных республиканцев сторонника Трампа он укрестил «weird as hell», а самый очевидный перевод «чертовски странами», хотя я бы перевел как «адский чудаковак». Отвечая противникам абортов, он процитировал девиз Среднего Запада «Не лезь не в свое дело». Комментируя состояние дел при Трампе напомнил, что число насильственных преступлений в стране тогда выросло и добавил это не считая его собственных преступлений, что вызвало хохот в зале и тоже мгновенно стало мемом. Проще говоря, УОЗ, даже когда жестко критикует противника, делает это будто по-доброму, с приветливой такой непринужденностью. В итоге получается очень заметный эмоциональный контраст. Рядом с пожилым Трампом, молодой, явно стремящийся казаться серьезным и солидным, автор бестселлера «Жизни в провинции», при этом выпускник еле Джей Ди Вэнс, рядом с Харис, веселый школьный учитель, который бестселлеров не писал, еле не заканчивал, зато всем своим видом транслирует, что он действительно свой и настоящий для простых американцев. Занятно, что, несмотря на то, что Уолс с Харрис одногодки, Харрис выглядит сильно моложе и потому на контрасте с Трампом олицетворяет молодость, а Уолс выглядит старше на контрасте с Вэнсом олицетворяет опыт и жительскую деятельность. Большинство людей, как известно, голосуют с сердцем, реагируют на образы и эмоции. И с этой точки зрения лучшего партнера для Харрис, успешного юриста, бывшего генпрокурора Калифорнии, найти, по-моему, было сложно. Политехнологи демократов не зря едят свой хлеб, тандем демократов правда получился сильно. Теперь дело за советниками Трампа. Им с Вэнсом теперь точно придется отдельно думать над тем, что противопоставить позитиву, которую транслирует народ пара Харрис Уоллс. Пока я наблюдаю только предсказуемую жесткую критику и страшилки, типа «Уоллс устроит ад на земле, откроет наши границы для самых ужасных преступников, которых только можно себе представить». Это цитата Трампа. Джей Ди Вэнс назвал своего визави самым радикальным элементом своей партии. Изъявил, что Харрис готова преклонить перед ним коллеги. «Опасный либеральный экстремист, экстремально левый сумасшедший» это еще термины, которыми штаб Трампа наградил еще вчера мало кому известного в политике. Еще пара слов о Харрис, которую только ленивый, а ее противник не называл пустой, ничем не запомнившийся, никак себя не проявивший, не способный к политической инициативе. Как и в случае с Воллсом, рекомендую посмотреть в Ютубе ее выступления на многочисленных сенатских слушаниях в 2016-2020 годах. В частности, допросы крупнейших правительственных чиновников и видных политиков. генпрокурора Вильяма Барра, гендидат на пост директора ЦРУ Джины Хэспел, судей Верховного суда Бретта Кавано. Отдельно рекомендую дебаты с вице-президентом Майком Пенс. Даже если вы не знаете английского, вы оцените взгляд, интонации и напор Харрис, которые вынуждали запинаться, отводить взгляд, с тем, с кем она разговаривала. Это и к тому, что дама непростая, со стержнем, способная быстро реагировать и аргументированно атаковать точно не из тех, кем можно легко манипулировать. В общем, шоу продолжается и самыми яркими его эпизодами должны стать теледебаты Трампа и Харриса, а также их вице-президента. В четверг Трамп заявил, что готов провести три раунда дебатов 4, 10 и 25 сентября на ABC, NBC и Fox. Харрис ранее тоже подтвердил свою готовность к дебатам 10 сентября, про остальные даты пока ничего не говорил. Комментируя настроение своего штаба, Трамп сказал, на днях у нас есть энтузиазм, у республиканской партии есть энтузиазм. Отвечая на вопрос, хватит ли ему сил, ему с Харрис сил завоевать сердца американцев за оставшиеся до выборов три месяца, Тим Волл запретил, это легко, когда умрем, отоспимся. На этом пока все, подписывайтесь на мои телеграм-каналы, особенно на неполитические, под названием Кучер дорогу знает, там много интересного и человеческого, что просто поднимает настроение, в частности, поможет лучше понять, почему, несмотря на казалось уже очевидную недавно победу Трампа, я сейчас поставил бы скорее на Харрис с Волсом. До скорого. Американские ученые провели масштабные исследования колбасы и сосисок. На протяжении 40 лет они наблюдали 100 тысяч человек и в результате обнаружилась связь между развитием деменцией и употреблением в пищу обработанного красного мяса. Результаты были представлены на международной конференции Ассоциации Альцгеймеров США. Также ученые спрогнозировали, что к 2050 году людей с деменцией в мире станет больше почти в три раза. И тут журналисты, как обычно читающие научные исследования жопой, принялись строчить тексты с заголовками типа «колбаса вызывает слабоумие», «не ешь сосиску», «не то отупеешь». Ну и все в таком духе. Однако такие радикальные выводы делать рано. Ведь корреляцию можно найти где угодно и с чем угодно. Важно помнить, что статистическая взаимосвязь не означает причинно-следственной. Даже в самом исследовании говорится, что это не означает, что употребление обработанного красного мяса связано с развитием деменции. Возможно, люди, которые не едят обработанного красного мяса, в целом лучше заботятся о своем здоровье и, например, избегают других нездоровых привычек, которые увеличивают риск деменции. К тому же важно и то, как происходило это исследование, какие внешние факторы учитывались, спрашивали ли эти ученые, не знаю, у подопытных, не работают ли они, например, в шахте или бортпроводником. В общем, вопросов масса, поэтому пока я вам разрешаю есть сосиски и колбасу. Лучше, мне кажется, прожить короткую, но счастливую жизнь, поедая сосиски, чем всю жизнь уныло жевать траву и потом быть грустным в старости. Фух, дождик немного кончился, и у меня есть совсем, мне кажется, мало времени, чтобы быстро записать несколько новостей. На днях временный губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин приехал в местное село Ильинка, чтобы проверить, как идет ремонт в тамошней школе. Во время обхода в кабинете труда чиновник обнаружил тиски и решил тонко пошутить. Он показал на слесарном инструменте, что будет с подрядчиками, которые завышают цены. Пачку подрядчику, чтобы цены не завышали. Вот так вот смешно. Как вы помните, в прошлом сезоне мода была на кувалду, в этом на тиски. Очень остроумно. Этот фрагмент почему-то вырезали из официальных публикаций в СМИ. Даже интересно, почему. Возможно, он представил, что какие-то части тела могут его собственные в этих тисочках оказаться. Протеерей Андрей Ткачев из храма Троицы в Хохлах во время проповеди открыл портал в Средневековье. Он сообщил прихожанам, что женщины должны быть домоседками, а желание заниматься властью, зарабатывать больше мужчин это какой-то путь безумия. Какая-то борьба за равноправие, участие в политической жизни, конкуренция с мужчинами на работе это все от лукавого. Так вот, женщина всю жизнь была домоседка, домохозяйка, но мы сегодня с вами угораздило нас попасть в такую полосу истории, когда женщины потребовали себе равных прав с мужчиной, избирательных прав, потом женщины во власть захотели лезть зачем-то. Зачем женщине власть? Объясните мне, я никак не могу понять. А вот лечить детей без докторов, готовить и перешивать старую одежду в новую, вот оно истинное предназначение женщины. На слова маразматика в рясе негативно отреагировали даже депутаты, например, Нина Астанина, наша постоянная героиня. Она является главой думского комитета по защите семьи и периодически несет всякую тоже ересь. Вот, но она назвала взгляды протеерея отсталыми. Да, хотя тут же сделала реверанс в сторону патриарха. Я думаю, что протеерею правильно было бы обратить внимание на то, как деликатно занимается политикой патриарх Кирилл вместе с женщинами-депутатами Госдумы. Например, мы приняли закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев и без поддержки патриаршей комиссии и лично патриарха Кирилла мы бы его не приняли. Это ладно, но знаете, кто еще возмутился? Наталья Поклонская, та самая няш-мяш. Давно, кстати, ничего не было слышно. Помните, как у нее бюст Николая Второго мироточил, да и вообще, там полное православие головного мозга. Казалось, но тут она прямо резко вступила в полемику. Отвечу на вопрос, зачем же женщины лезут во власть, чтобы справедливость была и не нужно было бетон таскать и на мужских работах убиваться матерям для того, чтобы прокормить семью, а не бумажки перекладывать, теряя счастье семейного бытия. Кстати, характерно, что и Ткачев, и Поклонская выходцы из Украины, но, видимо, сильно отличаются по своим взглядам. А на Алтае отказываются от английского языка. Власти Алтая решили восстановить справедливость и избавиться от английского языка на дорожных указателях региона. Глава региона Андрей Турчак пообещал, что вместо перевода надписи на английский на них появится алтайский язык. По словам Турчака, это важный вопрос, ведь еще недавно названия населенных пунктов на дорожных указателях были написаны на алтайском, но в какой-то момент их заменили на английский. Непорядок, считает Турчак, а потому справедливость нуждается в том, чтобы ее восстановили. По мнению губернатора, так будет удобнее для местных жителей, а гостям будет полезно погрузиться в языковую культуру Алтая. Я бы вообще все указатели бы убрал. Во-первых, местные от этого ничего не потеряют, они тропы и так знают, а гостям будет полезно научиться ориентироваться по звездам, по направлению, ну и пообщаться с местными. Понятно, что ну это ересь полнейшая, в то время как весь мир развивается, там ездят туристы, люди обмениваются, английский международный язык, и не знаю, ты приезжаешь там в Китай, в Америку и так далее, уже сознанием английского совершенно спокойно себя чувствуешь, но в Алтае, видимо, иностранных туристов не ждут, вот, а местным английский учить не обязательно, чтобы еще там куда не разбежались со знаниями своих языков, поэтому указатели можно и убрать. А вообще, конечно, читаешь эти новости и начинаешь завидовать жителям Алтайского края, повезло им с губернатором, делом занимается человек. В сети на этой неделе стала популярна фотография из тайского города Лоббури. На ней изображена девочка с автоматом-духовушкой, видимо, она направляет его в сторону милой обезьянки, сидящей на тротуаре. Я проверил, и оказалось, что это фото довольно старое, просто так бывает, что сразу никто на нее не обратил внимания, а потом кто-то перепостил, и вот оно завирусилось. В чем же дело? Дело в том, что эта маленькая школьница не то, чтобы она ненавидит животных, просто у нас есть серьезная проблема, с которой уже несколько лет не может справиться целый город. Лоббури, город в Таиланде, он стал широко известен благодаря большим популяциям макак-крабоедов. Туристы приезжали сюда, чтобы полюбоваться их игривым поведением, ну и покормить их. Особенно был известен ежегодный обезьяний фестиваль в ноябре, когда макакам раздавали фрукты и овощи. Буддисты верят, что кормление животных приносят духовные заслуги. Однако обилие халявной еды привело к резкому росту популяции макак. С 2018 по 2019 годы численность макак удвоилась, что вызвало дефицит жизненного пространства и борьбу за территории. В 2020-м, во время пандемии, туристический поток исчез, а местные жители, находившиеся на карантине, перестали кормить обезьян. Так вот, голодные макаки покинули храмы, заполонили центр города, где начали воровать и грабить, чтобы выжить. А заодно разделились на враждующие банды. Это привело к закрытию многих предприятий и упадку городской активности. Жители начали опасаться за свою безопасность. К 2020 году популяция макак достигла почти 8,5 тысяч особей, при населении города около 50 тысяч человек. Власти лобури пытались отлавливать и стерилизовать обезьян, но проблема усугубляется постоянной миграцией лесных обезьян в город. В итоге смышленые приматы научились избегать ловцов, что затрудняет решение проблемы. Власти признают, что быстро справиться с ситуацией невозможно. Так что приходится местным жителям ходить по улице с оружием, пусть даже и ненастоящим. Защитить они могут только сами себя. Полиция, как вы понимаете, не справляется. Ох, нам бы их проблемы. Так-так-так, давненько у нас не было новостей про экоактивистов. Так вот, испанские экоактивисты из группировки Futuro Vegetal придумали идеальный способ, как справиться с глобальным потеплением. Для этого оказалось достаточно разрисовать и изуродовать красками дом футболиста Месси на Ибице. Они сделали это в знак протеста против того, что представители самых богатых слоев населения мира наносят вред планете. Как говорится в заявлении группировки, во всем виноваты богатые. Типа только в 2019 году 1% населения планеты из богачей произвел столько же выбросов углекислого газа, сколько две беднейшие трети человечества. При этом от наихудших последствий экологического кризиса страдают как раз самые уязвимые слои населения. Экоактивисты испортили черной и красной краской фасад дома Лионеля Месси, который стоит 11 миллионов долларов. А потом сфотографировались на его фоне с плакатом, на котором написано «Помогите планете, ешьте богатых, упраздните полицию». Участники группы заявили, что осуждают политику правительства, которая усугубляет климатический кризис и неравную в ней ответственность. А испанские власти, по их словам, продолжают субсидировать крупных мясных магнатов и энергетические корпорации, а это главные виновники повышения средней температуры земли. Что же касается дорогого особняка Месси, то активисты считают его постройку на Ибице просто незаконной. При этом они напомнили, что на этой же неделе на острове почти 200 рабочих были выселены без решения вопроса с их жильем. В общем, вы понимаете, друзья, во всем, конечно же, виноват Месси и другие богачи. Сейчас к стенке поставим всех богачей, упраздним полицию, его тогда заживем, прямо уже представляю эту замечательную картину. Только хотелось бы переселиться в этот момент на другую планету и, так сказать, наблюдать за происходящим зрительской трибуны. Тест произошел на чемпионате по шахматам в Дагестане. Одно из участниц соревнований стало плохо прямо за шахматной доской. И когда организаторы просмотрели записи на камерах видеонаблюдения, то были сильно удивлены. Оказалось, что перед началом соревнований какая-то спортсменка изучила список участников, а потом подошла к определенному столу и вылила на шахматную доску какую-то жидкость. И потом выяснилось, что это была ртуть. Отравительницей оказалась прошлогодняя победительница чемпионата Северного Кавказа по шахматам Амина Абакарова. А отравительница пыталась, как пишут журналисты Махачкалы, свою соперницу Умайганат Османову. После того, как пострадавшей спортсменке стало плохо, на место вызвали полицию. В тот же день Абакарова задержали, ее подозревают в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Вот такие страсти оказывается кипят за шахматной доской. Опасный вид спорта. Казалось, самое страшное, что тебя могут доской по голове ну нет, могут даже отравить. Жители Башкирии, недалеко от города Сибай, увидели, как над лесом поднялся комаринный смерч. Угадайте, что это такое. Они успели снять на камеру, как гигантский рой из насекомых сформировался, высокий столб и кружил над лесом. Комаринный смерч это довольно редкое природное явление. Он появляется при сочетании тепла и влажности. Насекомые поднимаются ввысь и кружатся под действием воздушных потоков. Ну то есть, научное объяснение этому есть, но все равно, согласитесь, зрелище воодушевляет. Целый смерч из кровопийцев. А тем временем полиция Техаса начала расследование первой в США смертельной аварии с участием электромобиля Сайбертрак от компании Тесла. По предварительным данным машина неожиданно потеряла управление, слетела с трассы и врезалась в бетонную трубу. Автомобиль сгорел, а водитель погиб на месте. Кстати, на этой неделе Илон Маск признался, что автомобиль Тесла Сайбертрак получился слишком дорогим и цену надо снижать. Сейчас стартовая цена на заднеприводный автомобиль составляет более 57 тысяч долларов, а на машину с полным приводом она взлетает до 76 тысяч. В первые три месяца года Тесла продала более трех тысяч машин, в следующие три почти 9 тысяч. Конечно, про этот Сайбертрак говорят разное, уже там и все и отваливается, и качество плохое, но согласитесь, это, наверное, первая машина за последнее время, к которой приковано столько внимания. И здесь, конечно, Илону Маску надо отдать должное. Уж то-что опиариться он умеет. На пляжах столицы Финляндии, Хельсинки, разрешили отдыхать топлес, независимо от пола. Такого решения от финских властей смогли добиться феминистки, которые несколько лет проводили акции и требовали равенства с мужчинами. Кстати, разрешение отдыхать на пляжах топлес для всех дали еще в прошлом году, но сделали это по-тихому без официальных объявлений. За весь год, как сообщают местные власти, на это решение, как и на загорающих топлес женщин, ни одной жалобы не было. Особенно зимой. Вообще, в Финляндии, конечно, погодка так себе, поэтому, я думаю, желающих топлес на пляже позагорать будет не так много. А если и будут, то будут они там непродолжительное время. А вообще, я всячески поддерживаю, не вижу в этом никакой проблемы. В Китае 38-летняя женщина пролежала месяц в больнице из-за умственного и физического истощения. До этого она 11 лет вкалывала сценаристом в Пекине. И после выписки она решила не возвращаться к губительному рабочему ритму и сдала себя в дом престарелых. Кстати, всего за 370 долларов в месяц. Теперь можно отдыхать как следует. Учреждение с медицинским уходом находится в тихом живописном местечке. Там есть фруктовый сад, по которому гуляют павлины и даже олени. Женщина сказала, что провела в доме престарелых 3 месяца и отдохнула там душой и телом. В Китае, кстати, в последнее время появилась такая тенденция, что молодые люди отправляют себя на пенсию. Для этого появилась целая инфраструктура. История этой женщины вовсе не уникальна. В 2019 году дом престарелых в Ханчжоу объявила о наборе молодых людей для бесплатного проживания взамен на помощь по сопровождению стариков. От жильцов требовалось посвящать себя этой работе всего 10 часов в месяц. Проект имел, кстати, большой успех и подобные инициативы стали распространяться по всему Китаю. Также существует формат без отработки для выгорающих на работе молодых людей. За скромную плату учреждения предлагают тихую жизнь с настолками, совместным просмотром телевизора и готовкой. Главное условие никакой работы на удаленке и созвонов. Короче, зумеры изобрели обычный советский санаторий. Но вообще для Восточной Азии эта неделя выдалась непростой. Токийская биржа претерпела сильное падение. Оно потянуло за собой другие рынки. Но об этом лучше расскажет Арсен прямо из Токио. Кстати, друзья, пишите в комментариях, как вам Арсен, наш японский корреспондент, и какие новости вы хотели бы, чтобы он комментировал. Прямо позади меня находится Токийская биржа, один из источников самых плохих новостей на этой неделе. За первое место было с кем потягаться. И тем не менее, именно здесь была зарегистрирована самая печальная новость понедельника. Вообще, индекс Nikkei падал всю прошлую неделю, но самое сильное падение было зарегистрировано именно в понедельник, 5 августа. Причиной тому послужила смена ключевой ставки. Банк Японии повысил ее с одной десятой процента до аж четверти процента годовых. Именно 5 августа, то есть в понедельник, торги открылись с рекордного за последние более чем 30 лет падения. Последний раз такое падение было зарегистрировано в 1987 году. Тогда индекс упал аж на 15 с лишним процентов. В этот же раз обошлось всего лишь всего лишь 12,4 процента, который многие округляли не в пользу Японии. До 13 процентов. Вообще чудовищное падение отразилось и на других рынках. Но конкретно в Японии пока что как будто бы многие не почувствовали эффект от этого чудовищного прямо так и скажем практически катастрофического кризиса. Мы попробовали поговорить с работниками биржи, но большую часть недели она была закрыта. Дело в том, что ее экстренно закрыли сразу в понедельник, так и не закончив торги. И всю неделю она работала по, ну скажем так, схеме чрезвычайной. Какие-то дни был полный выходной, какие-то дни люди выходили на работу лишь на полдня, печально смотрели на красные цифры и закрывали биржу. Все это можно назвать настоящим землетрясением, катастрофой на всей экономической территории Японии. Нужно понимать также, что большинство экономических кризисов, ну просто в силу расположения Японии и того, что японская биржа открывается раньше остальных, так вот большинство экономических кризисов начиналось именно здесь. Несмотря на то, что этот чудовищный обвал уже отразился эхом по всему миру и в особенности на азиатских рынках, будем ждать и посмотрим, каким образом это отразится и на рынках и в будущем. Вообще, как я уже и говорил, японцы не очень охотно дают интервью, но за кадром нам удалось пообщаться с несколькими местными жителями и они обеспокоены скорее не тем, что придется недополучить проценты по вкладам или переплатить полпроцента за недвижимость. Дело скорее не в этом. Они переживают о том, что подобная экономическая перетурбация может быть подвестником гораздо большей беды, а именно мирового конфликта, потому что неспокойная экономическая политическая в первую очередь обстановка в Европе, в Америке, теперь уже в Центральной и Южной Америке и на Ближнем Востоке все это, теперь еще эта проблема, которая случилась здесь на бирже в понедельник, все это говорит о том, что возможно это предвестник чего-то гораздо более ужасного и вместе с японцами, так сказать, присоединяясь к их надеждам, чтобы ничего подобного не случилось, а мы завершим этот маленький обзор. Друзья, ну раз сейчас был Арсен, напоминаю, что у меня есть потрясающий путеводитель по Японии, который мы писали в том числе вместе с Арсеном, он помог мне по некоторым вопросам, в Японии был много раз, считаю, что это одна из самых интересных стран, у меня на эту тему есть огромное количество роликов на Ютубе, и вот появился мой личный путеводитель, где я обозначил свои любимые места, отели, рестораны, архитектуру, общественные пространства, а самое главное, очень много написал про традиции, про культуру, как себя нужно вести, и многое другое. В общем, надеюсь, этот путеводитель поможет вам провести незабываемое время в Японии и получить хорошие впечатления от этой страны. Ссылочка будет в описании, переходите и скачивайте, также есть путеводители по другим городам и странам. Жителю Новосибирска, который обратился в районный центр занятости, вместо работы предложили отправиться на войну. Да, хотя мужчина просто хотел переобучиться на психолога по бесплатной программе подготовки. Казалось бы, что может пойти не так? Более того, сотрудники ему пояснили, что военкоматы из центра занятости теперь отправляют вообще всех мужчин. Мол, если у тебя нет работы, то иди на войну. Хороший такой, социальный лифт, там тебя всему переобучат. Да, казалось бы, эту бумажку можно порвать и выбросить, но не все так просто. Новосибирцу выдали не просто повестку, а стандартное направление на работу, где в поле вакансия указали должность пехотинец, а в качестве работодателя местный военкомат. По правилам, если официальный безработный отказывается от двух таких направлений, его просто лишают пособия и статуса безработного. То есть, если два раза отказаться от прекрасной перспективы погибнуть на войне, тебя лишат последней возможности на что-то покупать себе еду. Единственный план придумали чиновники. Новости сумасшедшего дома. Философ Александр Дугин призвал россиян прекратить развлекаться, пока идет масштабная атака на Курскую область. В частности, он предложил перестать публиковать в интернете новости шоу-бизнеса, а еще не постить котиков. И все это было написано 8 августа, прямо во Всемирный день кошек. Не будем верить слухам, но кто-то должен информацию сообщать. Развлечения и данные про поп-звезд и котиков стоит запретить на время чрезвычайной ситуации. Что такого котики сделали Дугину, за что он пытается их запретить? В сложные времена, наоборот, кукухи многих людей только на видео с котиками и держатся. Вроде и философ, а совершенно не понимает, как устроен мир. Да, и вообще, последнее, что можно делать, это добываться до котиков и до дорогих россиян, которые не хотят ничего думать о войне и хотят, чтобы она поскорее закончилась. Артемий Лебедев извинился перед Екатериной Мизулиной после того, как она подала на него иск в суд. Глава Лиги безопасного интернета отвергла извинения. На интервью у Юрия Дудя из уст Артемия Лебедева вырвалось слово «тулина». Несмотря на то, что Дудь всячески выводил собеседника на признание, что он имел в виду конкретную Мизулину, Лебедев не сказал прямо, что речь именно о ней. Он лишь сказал, что это такой эзопов язык и коллективный образ. Однако он назвал ее деятельность «вредной», а ее организацию «пу**ной на палке». Екатерина Мизулина тут же возмутилась и подала на Лебедева в суд. Ну и на этой неделе дизайнер выступил с извинениями перед Мизулиной. Вернее, он извинился за то, что его слова могли не так понять. И что говоря, слово «пу**улина», он имел в виду вообще не ее. Хотя ее деятельность все равно «вредная». В общем, классический Артемий Лебедев. Естественно, Мизулина не приняла его так называемые извинения и пообещала приобщить это видео к иску. Вся эта история, конечно, отличная иллюстрация эффекта Барбары Стрейзот. А чем больше Мизулина будет бегать со своим иском к Лебедеву, тем больше она будет ассоциироваться у публики со словом «пу**улина». Больше, чем хобби-хорсинг, российские власти ненавидят компьютерные игры. На днях глава Федерации компьютерного спорта Дмитрий Смит назвал причину, почему в России больше не проводятся турниры по League of Legends. По League of Legends и Valorant. Я не знаю, что это такое. Больше не проводятся турниры по League of Legends и Valorant. И это, несмотря на то, что это одни из самых популярных игр в мире. League of Legends так вообще много лет держит первенство по количеству зрителей на турнирах. Так вот, Смит сказал, что запрет введен, потому что разработчик игр, компания Riot Games, проводит агрессивную политику продвижения ЛГБТ. В играх стали появляться персонажи нетрадиционной ориентации, что нарушает российские законы. Прямо сейчас и до конца августа проходит соревнование по игре Valorant в Южной Корее. Призовой фонд более 2 миллионов долларов. В соревнованиях участвуют три российских киберспортсмена в составах иностранных команд. Но так как в России киберспорт уже пару лет как практически задушили, многие профессиональные игроки были вынуждены искать себе команды в других странах. Так что не только обычные спортсмены меняют спортивное гражданство, но и киберспортсмены бегут от наших родненьких самодуров, которые все запрещают. Скоро будем только во что играть? В домино будем играть. Вот, киберспорт. А в России продолжается отчаянная борьба с хобби-хорсингом. На этот раз скакать на палках запретили в Башкирии. В Баймакском районе в середине августа состоится конный фестиваль Башкор-Таты. На нем в качестве развлекательного элемента планировали показать народу состязания по хобби-хорсингу. Эти планы вызвали шквал критики от заводчиков лошадей. Консервативные башкирские коневоды восприняли включение хобби-хорсинга в программу фестиваля как проявление несерьезного отношения к сути и концепции мероприятия. Недовольство дошло до властей, поэтому местные чиновники в итоге приняли решение отказаться от чуждой потехи на фестивале. Позже чиновник рассказал изданию «Подъем», что причины отторжения хобби-хорсинга у башкир намного сложнее, чем кажется на первый взгляд. Хобби-хорсинг является западным веянием. Многие фермеры поддерживают специальную военную операцию и сами являются участниками СВО, поэтому присутствие хобби-хорсинга в программе фестиваля вызвало скепсис. Ну что, друзья, на этом все. Спасибо, что смотрели. Как назло, только я закончил обсуждать детско, как показалось, солнце осветило эти потрясающие скалы. Сейчас я вам их покажу. И погода, кажется, дальше будет хорошей. Я победитель по жизни. Вас всех люблю, обнимаю. На этой неделе будет много классного контента. Не забывайте проверять ютубчик. Надеюсь, вы ловко прорветесь через все ограничения, запреты и снижения скорости. И мы с вами останемся вместе. Если нет, проверяйте Телеграм, проверяйте другие мои соцсети. Все ссылки будут в описании. Спасибо всем. Спасибо всем, кто поддерживает. Если еще нет, на экране QR-код в описании ссылочка. Становитесь спонсорами моего канала, оформляйте подписочки. Только благодаря вам мы продолжаем работать. Всех обнил, побежал сушиться. Субтитры сделал DimaTorzok